Чего вы не откроете свой ресторан? Пока мы были в Аргентине, кого-то там убили. Путешествие в США. Не просто путешествие, а путешествие в США. Каждая дырка должна быть заполнена. И если она чем-то не заполнена, она будет заполнена мной. Все у меня спрашивали, а что с диджеем? Можно ли на пару слов тебя на пару слов? Получило у нас аргентинское гражданство. А не подкаст ли это? Все, запись пошла. Запись пошла. Время. Ну, мы, наверное, тогда без входа. Что такое вход? Ну, короче, у меня был режиссерский прием. Так. Когда я надеваю петличку человека, потом он выходит и снова заходит. А, блин, я просто разделся уже. Да, а то это было бы странно. И самый главный вопрос. Ну, ладно, не главный, но первый. Давай. Игорь Линда, это реально имя или псевдоним? Это по паспорту. У меня сейчас фамилия настоящая Линда. Но я ее менял. То есть у меня другая фамилия была. Да, я ее поменял. Сейчас скажу тебе, когда, на самом деле, не так давно, года два назад, когда мы решили планировать делать ребенка, и мы понимали, что ей нужно делать документы. Ага. Плюс мы сразу понимали, что будем рожать в другой стране, и сразу решили под это дело поменять фамилии. Вот и все. Прикольно. Чтобы у всех была одна фамилия, чтобы не было такого, что у жены своя фамилия, у меня своя фамилия, у дочери своя фамилия. Ага. Вот, поэтому сейчас это настоящая фамилия, но изначально это был псевдоним. У тебя Рилс залетел один. Да. На три с половиной миллиона. После предыдущего твоего выпуска, когда вы обсуждали залетевший Рилс на сорок миллионов, слово «залетел» уже не так подходит, подлетел на три миллиона, да. Это было приятно для меня. Вадим, вы поете, да, а где вы поете чаще всего в караоке. Как ты понял, что такой формат, это прикольно. Я там сделаю вставочку с твоей Рилсом, всем будет понятно, о чем идет речь. А ты про какой формат именно? Про формат там, где ты с автотюном разговариваешь с ребятами. Слушай, это было уже даже, ну, как бы, не просто висело в воздухе, это мы даже обсуждали это с Серегой Маковкиным. Он мне как-то, вернее, написал и спросил мне, Игорь, а как делается вот такая штука? Я говорю, ты вот эту штуку имеешь в виду? Он такой, да. Я говорю, она делается вот так и так. И забил на это, а потом только подумал, блин, может быть, попробовать уже тоже наконец, потому что все думают, что Морган Джей начал эту автотюновую историю. Морган Джей — это комик. А я видел, да. Да. Но начал эту всю историю, на самом деле, другой комик, Або Бёрн, еще лет 10 назад, уже начал задействовать автотюн. И... Ну, в качестве комедии, да, использовать. И просто у нас этого еще никто не делал, вот именно в России. И как только Рилс залетел, это стало появляться просто везде. Просто из каждого... С каждой свадьбы, даже в шоу Воли, я тоже видел там этот же формат, поэтому... Я не знал, что залетит, но именно потому, что сам Рилс получился смешной, он поэтому, мне кажется, залетел, а не потому что там автотюн. Ну, там, я думаю, это совокупность событий. То есть это что-то новое по-любому. И что-то интересное, как бы круто. Как же, как создаются новые шоу? Я смотрел какую-то передачу, там ребята говорили, как они продюсируют новые шоу. Они там пробуют формат, запускают, не получается, пробуют новое. И они такие, ну, вот на MTV была такая-то передача, там, допустим. Мы взяли вот эту передачу, типа, за основу, и взяли там передачу с наказаниями, соединили, получилось новое шоу. Попробовали? Классно. Ну, типа того. Так и тут. Кстати, как и мой формат. Я долго, очень долго, тоже года три, наверное, я назад еще увидел карпул-караоке, и я подумал, блин, это же круто. Да я, на самом деле, я все твои форматы смотрел, мне нравились все. Да, и, кстати, тоже в машинке покататься. Но эта идея, на самом деле, даже не три года уже, и уже тоже лет, наверное, десять с карпул-караоке. Вполне возможно. Ну, до России она, скорее всего, долетела, я не так сильно следил за тем, как развивается американская индустрия развлечений. До меня, наверное, года три-четыре назад дошло карпул-караоке, и я решил, что надо делать. Но до меня, мне тут накидали еще разных людей, которые то же самое делают. Да, и я такой, блин, а я что, не новый, что ли? Там есть какой-то парень, который 50 вопросов называется шоу. А, Дамяна, конечно, ты что? Нет, это я даже обсуждать не буду, естественно. Это популярная штука. Вот. Но в ивент-индустрии такого и было. Да, в ивент-индустрии. Так что... Да ты молодец. Здесь ты молодец. Что хотел еще спросить-то, да? Ну, ты видишь все вопросы. Нет, я специально не смотрел. Тут написано вопрос, я не читаю специально. Группа М16. Так, ничего себе. Мы вернемся, копнем поглубже, подальше. Откопал, откопал. Ну, да, ты же участвовал, ты был в коллективе, ты пел, ты выступал. Я пел, да. Ты смотрел в глаза Насти Задорожной. Да, и пел, и танцевал, и в глаза смотрел. Ну, что случилось с тобой, мы знаем. Ты стал всемирно известным ивентом ведущим. Так. А что случилось с другими участниками? Ну, там, на самом деле, был еще один участник, просто участник именно, группа непосредственно, тоже вокалист. Да ничего, на самом деле, он и спортом занимается, он и актер, и тоже ведущий. Дима Рыбаков его зовут, да. Ну, он не так много работает в сфере ведения мероприятий, он скорее просто как актер, артист, снимается в рекламе, в кино. Вот, поэтому все в целом-то окей. И даже каким-то фитнесом занимается. Какое-то время я к нему даже ходил на фитнес, то есть он меня тренировал, а потом я просто подзабил на фитнес. Да, но сейчас снова я вернулся в спортивность твоей. Я всегда убираю вопросы про спорт, потому что мы их очень часто обсуждаем. А, все, окей, не вопрос. Чуть-чуть ли не с Серегой, там, с Денисом тоже обсуждали. Но каждый раз возвращаемся, и я как бы к этому не против. А да возраст уже такой, что как бы все, ты уже пора. Да, возвращаешься уже навсегда. Организм сам себя не восстанавливает, как надо. Денис мне, кстати, рассказывал, что он... Я не стал это вставлять, но была интересная тема, что он до мероприятия может пойти, фигачить в зале, а потом идти на мероприятие, идти по эту норму. Сейчас я, возможно, открою какую-то страшную тайну, но у меня очень долгое время уже кальянная зависимость. Такая, ну, притом такая, достаточно плотненькая. И бывало время, когда я перед мероприятием ходил к кальянную. То есть прям перед мероприятием. Ты можешь себе представить, что у тебя там в 4 часа сбор гостей, а ты в 12 в кальянной готовишь оставшуюся часть материала. А сейчас я вот тоже могу себе такое устроить, чтобы пойти в спортзал перед мероприятием. Это, на самом деле, очень прикольно. Реально поднимается вот этот какой-то дух. Не знаю, как правильно ведется беседа, потому что я не интервью ее. На самом деле, у тебя очень хорошо получается, очень интересно смотреть, потому что она максимально, когда вот такая, знаешь, простая, непринужденная, тогда вот интересно смотреть. Мне вот было два предыдущих твоих подкаста смотреть максимально интересно, потому что я иванторские подкасты, ну, какие-то смотрел, и очень часто они, ну, либо слишком длинные, либо люди мне просто неинтересны. А у тебя как бы и люди были такие мне интересные лично. И в целом разговор, когда он такой непринужденный, он очень какой-то интересный получается. Давай перейдем к вопросу. Вернемся, точнее, к теме. Мне было очень интересно, помнишь ли ты какую-нибудь песню? М-16? Да, из того времени. Ну, почти все, наверное, помню. А есть любимая? Любимая песня у меня, да, наверное, там было... Ну, во-первых, там было несколько песен, которые я сам писал. Вот. Но не могу сказать, что они у меня прям суперлюбимые. Но вообще какие-то есть, да? Ты хочешь, чтобы я сейчас спел? А давай. Ну так, чуть-чуть. Можно припев просто. Давай. Я вообще люблю песню. Вот такая песня, которую написал не я, а ее написал композитор, который Тимоти писал песни. И он как-то принес песню, которая называлась «Окей». И мы, когда ее услышали, подумали, фига себе, вот это вообще хитера будущая. И там просто такие слова максимально простые. Окей, как твои дела? Окей, спишешь мне всегда? Окей, встретимся пока. Окей. Я максимально дерьмо сейчас спел, но я хотел слова просто показать. А так, самая популярная песня, на самом деле, у М-16, единственная была популярная песня, это «С ночи до утра», та самая песня с Настей Здорожной. И ее вот я могу спеть, наверное, даже могу попасть в ноты. Попробовать? Давай. «С ночи до утра, и вернусь нескоро музыка играет. Этот мир мне дорог с ночи до утра. Радости не скрою в клубе, можем мы быть самими собой». Вот такие там слова. Я посмотрел, да, я смотрел клип. Ну, ты можешь вставить, да, кусочек. Эту песню тоже написал Валерий Евсиков, который написал такую песню у Тимати. Типа «Когда мы в клубе, человек станцует, он тусует, встречаете прямо из Москвы, да, Тиматию диджи и дли». И как он рассказывал, я не знаю, может быть, это и неправда, но как он сам рассказывал, он написал эту песню следующим образом. Они договорились с Тимати встретиться на студии, а поскольку он всё время тусил на студии, он вообще про это забыл. И ему позвонил или написал Тимати и сказал, что «Ну что, мы выезжаем, типа, песня готова». И он такой «Блин, типа, песня, ёлки-могалки». И за 40 минут написал этот вот хук. Для творчества нужна искра. Да, да, да. Если не происходит ни в жизни ничего, то творчество не прёт. Ну, нет, просто самая ситуация, да, ты прикинь, у тебя 40 минут, чтобы написать какой-то трек, а он не просто написал её, этот трек ещё и стал таким хитом. Я слышал похожую историю, но правда это про старый советский фильм с Ливановым «Шерлок Холмс». Когда режиссёр позвонил композитору и сказал, «Мне надо вот что-то такое», и что-то объяснил. И он наиграл, и такой, ну вот так, ему понравилось. И всё. Ну, и из этого, естественно, развили тему, но основная вот эта вот там-та-дам-там-та-ра-да-да-дам. А, то есть это, да, реально тоже импровизация? Да, это была какая-то импровизация, и они такие, типа, класс, всё, пусть будет. Ну, вообще, да, в кино же много таких тоже ситуаций бывает, когда снимают сцены разные, да, оттёры, и они импровизируют, а это потом появляется в основном. Ты же любитель сериала «Друзья». Я не просто любитель, я фанат сериала «Друзья». Чтобы вы понимали, сейчас я не смотрю сериал «Друзья», я его слушаю. То есть я, поскольку не могу заснуть без наушников, не делайте так, это максимально не полезно для мозга. Мозг ваш не отдыхает. Но поскольку я уже дошёл до той стадии, что я не могу заснуть без наушников, я нашёл аудиодорожки всех серий сериала «Друзья». «Друзья», и смотрю их, ну, слушаю их на английском языке каждую ночь засыпаю. Потом вот могу ночью проснуться, вижу, что у меня на телефоне всё остановлено, снова нажимаю и снова засыпаю. Так что, да, наверное, найти фаната сериала «Друзья» больше, чем я, трудно, но, наверное, не в России. Ну, и круто, это же такая, ну, как сказать, практика. У тебя написано, что ты англоговорящий. Я даже видел, что ты проводишь мероприятия на английском языке, и когда ты с этим не сприкасаешься, это, ну, наверняка стирается. Я вот, например, французский учил 11 лет в школе. Я когда с женой приехал на свадебное путешествие во Францию, я, ну, конечно, мог там поддержать какую-то лёгкую беседу с таксистом, но когда мне нужно было объяснить конкретно куда-то что-то, я уже терялся. Да, я бы не сказал, что вот это прослушивание на английском языке чего-то прямо вот практикует твой английский язык. Нет, больше всего практикует всегда что? Непосредственно опыт разговорный. Поэтому если кто-то хочет выучить английский язык... Поэтому с этого момента подкаст будет на английском. Да нет, ну просто ищите себе друзей с языком, с английским, вот прямо носителей языка. Или обращайтесь в какие-то... Наверняка есть какие-то группы, где реально обмениваются, где какому-то американцу нужно выучить русский язык, и ты с ним разговариваешь на русском языке час, а он с тобой час в день на английском. Всё. И это то, что практикует английский очень-очень хорошо. Потому что я тоже, когда не провожу мероприятие очень долго на английском языке, а потом я понимаю, что у меня вот сейчас спланируется подобное мероприятие, и мне нужно привести встречу, я, наверное, день посвящаю тому, чтобы немножечко... Ну не то чтобы вспомнить язык, он же в другом месте записывается, а вспомнить вот эту вот разговорную всю историю, чтобы было свободно, снова комфортно, мне нужно немножко порепетировать, и как-то... Ну реально, чтобы мышцы, мышцы ротовой полости вспомнили, как это всё делается. А как часто у тебя мероприятие на английском языке? Стабильно раз в год. Вот стабильно. Один раз в год. Даже если не просили. Нет-нет-нет. Ну вот почему-то так получается, я не знаю. Но я же никак вообще в целом себя не рекламирую. Я вообще в целом себя не рекламирую. Ну и нигде особо про это не говорю. Ну да, там это написано в шапке профиля в Инстаграме. Но по факту никто, мне кажется, и не знает, что у меня с английским языком всё нормально, а у меня прям всё нормально. С английским языком. Мне очень повезло. Я в хорошей школе учился, где было углублённое изучение английского языка. И за границей поучился. Поэтому... Ну и с раннего детства всё это происходило в Англии. Наверное, это самое главное. Когда ты учишь язык, ещё в то время, когда ты учишься в целом разговаривать. Давай мы тебе микрофон. Немножко перевесим, а то он куда-то в сторону смотрит. Я надеюсь, он смотрел в сторону, когда я пел. Мы поменяли локацию микрофона. Я немножко залез под футболку. Да. Ведущему Игору Линда. Надеюсь, что это выглядит нормально. Да и неважно. Опять же, чем менее посредственно, то есть более непосредственно всё это снимается, тем интереснее. Это очень важно сказать, что это вообще моё первое появление где-то у кого-то в каком-то интервью вот за последние, наверное, 10 лет. Поэтому я очень волнуюсь. Это во-первых. Во-вторых, все, мне кажется, наконец узнают, какой я неинтересный и тупой. Ну, ты знал, конечно. К слову, Игорь вёл мне свадьбу. Кстати, да. Я на какой-то период об этом забыл. И вот, когда ты мне написал, я снова вспомнил. Наверное, нужно будет это как-то упомянуть или обсудить. Да, это было... Как минимум. Когда? Это было в 19-м году. Серьёзно? Подожди, я тоже женился в 19-м году. Да? Да, я в сентябре 19-го года. А ты? А я в августе. Второе августа. Ты можешь сказать, что я поженился спустя месяц после тебя? Получается, что так. А ребёнок у тебя родился когда? Недавно, два... Сколько? Год и четыре месяца назад. Год и четыре месяца? Да. А, ну ладно, не так близко, окей. Моей уже два и... Два и два скоро. Ну, то есть почти год разницы. Вот. И на самом деле этот разговор, он... Я не скажу, что он волнительный, но он очень интересный конкретно для меня, потому что мы с тобой, несмотря на то, что ты мне вёл свадьбу, и мы с тобой оба в ивент-индустрии, общаемся меньше, чем я общаюсь с другими какими-то ребятами. Здесь вообще не в тебе дело. Я такой человек. Это абсолютно норма. К этому нужно нормально относиться, но не все это выкупают, когда со мной взаимодействуют. Потому что иногда кто-то думает, что я супер какой-то закрытый, или я какой-то надменный. Вообще не так. Просто я, ну, реально такой человек. Мне иногда бывает трудно выстраивать какой-то контакт с кем-то, строить какие-то дружеские отношения. Есть буквально несколько человек в моей жизни, и они уже там достаточно долгое время в моей жизни, с которыми я могу максимально свободно там как-то общаться, и вообще максимально свободно себя чувствовать. Поэтому это вообще дело не в тебе, и дело не в конкретных людях, когда вот они чувствуют, что что-то не так. Потому что мне даже говорили люди, типа, Игорь, типа, что с тобой? Да ничего со мной. Просто я такой человек. Это норма. Я делаю свою работу. Да, я выхожу работать ведущим. Я ее делаю, ну, прекрасно. Но когда речь заходит о том, чтобы, а давай теперь начнем дружить, то это мне дается сложно. Это проблема моя, не ваша, моя. Проблема людей после 20-ти, это завести друзей в принципе. Ну, может быть, и моя тоже. Поэтому я тебя отлично понимаю. Я такой же, как ты, интроверт. Нет, я главное, я не считаю, что кто-то хуже меня. Наоборот. То есть я могу, наоборот, чувствовать, что, блин, ну вот ему интересно вообще со мной. Но батарейка уже на нуле. Нет, в плане. Ну, в плане энергии дневной. Да нет, я не про энергию даже, а про то, что... То есть это мне бывает немножечко как будто бы волнительно из-за того, что вообще со мной интересно, не интересно. То есть вот так вот. А не в плане, что мне не интересно ни с кем, и я такой интроверт вообще, и держитесь от меня подальше. Нет. Это очень интересная интерпретация. Это мои психологические загоны. У меня есть психологические загоны. И вообще я этого не скрываю, я даже это транслирую как-то. У меня там есть повышенная тревожность, какая-то доля нарциссизма. Ну, вообще нарциссизм свойственен многим ведущим. Про тревожность можешь не говорить. Я сегодня выехал на наши мероприятия за полтора часа, да? А ты, кстати, Даня мне позвонил ровно в 13.00. Тут тюделька в тюдель. Я тоже так делаю. То есть когда, если я договариваюсь с кем-то о каком-то времени, я тоже исключительно вот жду, когда это время наступят, я в это время звоню или даю понять, что я готов на созвон рабочий. Вот, поэтому психологические загоны очень интересная тема. Я не то чтобы с этим борюсь, я уже скорее научился... Ты не устал бороться с этим? Ну, я научился с этим жить. Но я продолжаю как-то развиваться, вообще личностным саморазвитием заниматься, что-то читать, какие-то тоже подкасты интересные, слушать на эту тему. И мне с каждым годом становится как будто бы все проще. То есть я все больше и больше это отпускаю и уже не загоняюсь на эту тему. Я уже не чувствую себя как бы таким, знаешь, аутсайдером. То есть наоборот начинаю получать от этого такое какое-то удовольствие, что я как бы и в тусовке одновременно, и одновременно вне тусовки. Этот вопрос я еще подниму, чуть-чуть попозже. По поводу твоего музыкального бэнкграунда и музыкального настоящего, наверное, я хотел начать наше общение, наш разговор с фразы «Можно ли на пару слов тебя?» «На пару слов тебя?» Я тоже смотрю все твои проекты, они мне очень нравятся. Я тоже мечтаю о том, что я когда-нибудь начну что-то делать, но пока что созрел только на подкаст. Ага, в смысле что-то делать музыкальное? Ну, музыкальное, да, то есть как бы... Блин, а когда я начал вообще просто транслировать все вот это, то, что я на самом деле профессиональный музыкант, что я хочу этим заниматься, я получил такой колоссальный отклик от практически всей ивент-индустрии, что, оказывается, это все люди с нереализованными какими-то музыкальными амбициями. И очень много видеооператоров, которые что-то пишут, но не выкладываются, очень много, понятное дело, ведущих. Ну, то есть как-то отчасти, как будто бы я их немножечко вдохновил. Мотивировал, да. Ну, чтобы начать делать какие-то шаги в этом. Это очень классно. Так, и что? Как настоящий СДВГшник я потерял нить мысли. Про творчество. Что ты следишь за моими релсами, за моими... Да, точно, музыка. У тебя недавно стартовала... Ну, как недавно, уже достаточно давно, но в срезе истории это недавно. Несколько треков на платформах. Да. Яндекс, Apple, iTunes вроде бы, ну и так далее. Да, все возможные платформы. Расскажи. Слушай, я никогда сам этим не занимался, и вообще этого дела всего не умел. Я просто посмотрел видеоуроки, как это делается, и все самостоятельно выложил через TuneCore. Есть такая платформа. Ты подписываешь с ними такой условный договор-контракт. Выбираешь просто, как это называется... Ну, там несколько есть пакетов их предложений, где, как и за сколько все это выкладывается. И все. Это вообще несложно. То есть это самое простое и, наверное, самое неинтересное во всем этом процессе это вот выкладка. Интересно это, когда начинается какая-то реакция или когда ее у меня нету. Вот. Потому что творчество это такое дело очень неправильно, когда оно остается где-то вот в ящике, да, в столах. Творчество должно быть для кого-то, для людей. Потому что я когда был в Аргентине, и вот полгода там писал в стол, находился один на один сам собой, вот этого какого-то взаимодействия с людьми очень не хватало. Про Аргентину тоже хотел с тобой поговорить, но закончим про музыку. Как называются треки? Значит, «Не вечеринка», «Борис-то Борис», «Давай потеряемся». И «Ревность» — это вот все четыре трека, которые я выложил. Точно, не «Вечеринку». Я даже, мне кажется, добавил себе в плейлист. Да, слушай. Потому что она очень сильно отражает отношение к вечеринкам. Да, 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 интроверта. Отношение к вечеринкам и интроверта. Это, кстати, песня, она немножко даже чуть-чуть разлетелась по пабликам каким-то. Но не могу сказать, что я не вкладывал туда деньги. То есть я даже что-то вкладывал, чтобы попробовать покрутить. Не то, чтобы делал какие-то ставки на это, но вот это мне как бы интересно. Вот увидеть этот отклик, да, от людей и реакцию какую-то. Я постараюсь ссылки на эти песни оставить под этим видео. Они сами все найдут. Кому интересно, они все найдут. Чем больше ссылок, тем проще найти. Да. Я немножко поработал веб-дизайнером еще в глубокой молодости. Да? Да, и есть такое правило, что человеку нельзя давать думать. Ему нужно говорить, что делать. Тогда ему будет проще. Он сам хочет, но он сам никогда не сделает. Это типа закон веб-дизайна, когда ты делаешь... Ну, UX, да, вот этого пути пользователя. Если дверь должна открыться, то она должна открыться сама или нужно сказать ему, как открыть. Но вообще существует мнение, что если на двери написано, как ее открывать, значит, это плохая дверь. Дверь должна открываться во всех, во все стороны. Как я недавно видел видео с ручкой от двери, которая открывается вниз, вверх, на себя и от себя. То есть ты в какую сторону ее не дерни, все равно она откроется. Клево. Вот, поэтому ссылки я все равно попробую оставить. Как ты попал в ивент? Я это рассказывал в одном из своих видео. На самом деле все предельно просто. Еще будучи в группе музыкальной до М16, у нас была еще одна группа, я уже подрабатывал в ивенте, ну, как таким, скорее даже диджеем, наверное, больше, чем ведущим. Я не помню даже, откуда мы получали заказы. Но когда вся эта история с музыкальными проектами закончилась, у меня мои друзья, один из них прям вот лучший друг мой, они открыли свое агентство по организации выпускных вузовских. И это была вообще в тот момент абсолютно новая история, потому что тогда вузовские выпускные, это было что-то максимально интересное. Это очень классная история. Компания до сих пор существует, называется «Мастерская выпускных», и мы до сих пор работаем вместе. И тогда это была первая компания, которая привнесла вот эту идею американских выпускных по типу вечеринка около бассейна с тусовками. И тогда было много площадок с бассейном. Это и воздух был, и Бакбадос. И вот эта идея была абсолютно новая и крутая. И тогда это просто пальнуло так, что у меня сразу в первый год было до хрена мероприятие еще вести, по сути. Ну, не то чтобы не умел, я умел, конечно, держать микрофон, но именно тонкости, нюансы в профессии не знал. И уже тогда у меня было очень много мероприятий. И уже, представляете, на следующий год я начал получать свадебные заявки от выпускников, которые вот буквально в прошлом году... Это потенциальный клиент. Абсолютно верно. То есть у меня как бы... То есть я попал в правильную какую-то вообще стезю, в правильную колею, и у меня сразу начало хорошо получаться. И все, и полетело. То есть сразу началась сезонная работа, сразу какие-то первые заработки. Ну, то есть у меня не было такого, что я искал как-то заказы. И думал, а как мне развиваться, не развиваться. Был еще момент, когда я сделал такой значительный буст и превратил уже это все в какой-то бизнес. Когда я попал под крыло Стаса Пинаевского. Был такой ведущий. Сейчас он, к сожалению, уже не живой. Да, он погиб два года назад. Год назад. И он взял меня под крыло и еще нескольких моих друзей и коллег. И вот он показал, что это реально уже может быть бизнесом. Это может быть не просто как такое увеличение работы, которое иногда случается с тобой. А реально что-то... К этому нужно относиться как к бизнесу. Есть понятие клиент, поток заявок. И все. С тех пор у меня прям все перевернулось уже кардинально. И я понял, что нужно делать... Да, деньги, нужно очень много работать. И я очень много работал. Очень много. Наверное, ну вот в то время, это были какие-то годы? 15-й? 14-15-16-й. Я работал очень много. То есть доходило до того, что в сезон у меня было максимум 101 мероприятие. Это был мой предел по количеству мероприятий. Написано, что в 2020 году было 130 мероприятий. Это за целый год. А, за целый год. А тут за сезон. Да, сезон. А сезон это вот с апреля по октябрь? Обычно в мае у меня не очень много мероприятий. Я бы даже сказал, с середины мая по конец сентября. Каждый день? Ну, это почти каждый день, да. Но я хватался буквально за все. Буквально за все. И это, конечно, какие-то свои плоды дало. Ну, с точки зрения опыта, безусловно. В тот ли период ты встретил свою жену? Абсолютно точно я встретил в тот период. Даже, наверное, чуть-чуть пораньше. Вот когда меня подключили мои друзья к своей компании по организации выпускных, и я работал на выпускных переприятиях, один из выпускных это был выпускной моей жены, с которой мы там познакомились и начали дружить. А поженились мы спустя 10 лет. Отчасти поэтому ты ассоциируешь себя и жену, Моника и Чендлер. Да, потому что мы очень хорошие друзья в первую очередь. Ну, то есть Моника и Чендлер, если кто-то не смотрел сериал «Друзья», это друзья. И они весь сериал были друзьями до пятого сезона. А в пятом сезоне они стали больше, чем друзья. Спойлер для тех, кто еще не успел посмотреть. И здесь оставшийся сериал, это развитие их отношений в том числе. Вот. Да, да. Поэтому, наверное, отчасти такая ассоциация с моей женой тоже есть. И даже есть песня на эту тему. Даже есть песня на эту тему. Да. Есть песня, которая... Вот мне она очень нравится. Она такая, трогательно. Эту песню я подарил своей жене на день рождения. Всего я на день рождения своей жене два раза дарил песни. Песня может быть нормальным подарком. Это должна быть более-менее нормальная песня. Нет, очень крутая песня. Я плохо помню слова, но очень помню отклик на эту песню. Мне прям зашло. Ну, в принципе, как и все твое творчество. Поэтому, собственно, я тебя и позвал. Если бы мне ничего не нравилось, я бы не позвал. Класс, это приятно. Спасибо. Вот. Много вопросов мы просто так обсудили. Давай. Ну, давай вернемся к количеству мероприятий. Вот за этот год. Какой у тебя на данный момент, да, вот на октябрь месяц, на конец октября итог по количеству мероприятий? А хочешь, посчитаем? А давай. Фиолетовым помечаю то, что уже прошло. То есть вот подряд идут-удут-удут-удут-удут-удут-удут-удут-удут. Желтеньким то, что встреча была, но пока не подписана. Зелененьким то, что подписано. То есть вот ближайшие мероприятия, видите, у меня вот ничего не будет вот 1 ноября, пока только встреча была. И все, я отдыхаю практически сейчас целый месяц до 18 ноября. Сколько было мероприятий? Давай считать. 58? А, это уже октябрь. 58. Ну, около 50 с хреном мероприятий. Это не супермного за около 4 месяца, получается. Ну, это... Этого достаточно, чтобы устать как следует. Но надо сказать, я весь прошлый год пропустил. Прошлый сезон меня не... Из-за поездки? Да, я ездил надолго. Я вот отсутствовал ровно сезон рабочий. В прошлом году я отдохнул, я понял, что такое вообще отдыхать в рабочий сезон. Это очень классно. Да, что такое отдыхать летом? То есть ты чувствуешь большое облегчение. Ты чувствуешь, вот когда у тебя нету вот этих впереди там 40-50 мероприятий, потому что когда ты начинаешь лето, их там сначала 40, а когда ты уже проводишь лето, у тебя еще добавляются мероприятия. Когда нету этого висящего над головой большого такого булыжника в виде кучи ответственности для тревожного человека, то ты испытываешь какое-то колоссальное счастье. Поэтому обязательно нужно отдыхать. Всем советую, не только ведущим, а вообще всем специалистам свадебным. Делать какой-нибудь разгрузочный год. Это помогает вообще прочистить мозги. Еще раз вообще спросить у себя, что ты хочешь от жизни? Увидеть вообще, что бывает. Потому что хотя бы просто посмотреть там в интернет и увидеть, кто какие деньги зарабатывает, каким образом вообще можно это делать еще. Это такой как year gap после школы. Что такое year gap после школы? Гэп. Ну вот в Америке есть это gap, когда ты... Промежуточек? Да, после школы можешь годик просто покалечить и посмотреть, что люди делают. Вот, вот, вот. Именно. Сделать просто один раз такой перерыв. Сделайте. Ничего вы не потеряете. Да, вы не заработаете там какую-то часть денег. Так, ну, на этом жизнь не останавливается. Вы зато можете увидеть, как вы еще можете заработать такие же деньги на чем-то другом. Не могу сказать, что я еще после этого гэпа нашел, о чем зарабатывать, но я очень сильно именно разгрузил голову, отдохнул, ну и соскучился по работе тоже очень-очень сильно. По людям соскучился, по поведению соскучился, по работе с голосом соскучился. Потому что к концу своего вот этого творческого детородного отпуска аргентинского у меня даже начал пропадать голос. Ну, то есть, мне кажется, организм такой, типа, а, все, мы, типа, больше не используем эту хрень, давайте ее отключать тогда. Ну, то есть, работать важно, но и отдыхать от работы тоже очень-очень важно. Ты очень много потратил на эту поездку в Аргентину. Ты знаешь, тогда это было очень много, сейчас это уже, ну, как бы, деньгами назвать нельзя. Я могу даже сказать, сколько это было. Это точно было до 25 тысяч долларов. Мне кажется, 22 с половиной тысячи долларов мы потратили на всю поездку без билетов. Билеты отдельная графа, потому что они стоят баснословных денег. Сейчас, по-моему, 1600, наверное, на двоих стоит уехать туда-сюда. А так, на всю поездку с платными родами 22 500, по-моему, мы считали. Как-то так. Почему Аргентина? Да, очень просто. Аргентина — это одна из самых простых стран, где дают гражданство за роды. Мы, на самом деле, придумали эту историю еще до того, как это стало мейнстримом. То есть мы сразу понимали, когда только увидели друг друга с женой, что мы будем заводить детей. Очень, очень много детей. И в какой-то момент моя жена начала изучать информацию, где можно какие-то плюшки-бонусы получать, и нашла информацию о том, что в Аргентине максимально просто это сделать. И к тому моменту, когда мы забеременели и решили ехать и купили билеты, началась вот эта жесть аргентинская, когда уже разворачивали русских туристов, и мы вот в эту самую жесть и поехали. Нас не развернули, но, собственно, под самый вот этот мейнстримовый поток аргентинских поездок мы и поехали. И успешно родили там дочку, которая получила у нас аргентинское гражданство. Что оно дает? Оно дает очень много всяких плюшечек. Во-первых, оно дает возможность путешествовать практически по всему миру без визы. Это самое главное, для чего мы это делаем. Плюс ко всему, ну, все права дает в Аргенте непосредственно. То есть, у тебя, если что, есть запасной аэродром. Мы переезжать не собираемся, потому что мы очень любим то место, где мы живем. И мне здесь очень комфортно. В том числе, даже погода мне очень нравится. Я очень люблю холодный климат, мне очень нравится свежесть. Вот какая-то такая... Я жару, на самом деле, не выношу. Я могу съездить в отпуск, а жару не выношу. Поэтому мы переезжать не планируем, но иметь вот эти бонусы в виде того, чтобы там съездить без визы в Европу, это да. В Америку визу, соответственно, делать нужно, но зато ты получаешь ее сразу на 10 лет. Класс. А что ты можешь сказать про Аргентину вообще, как про страну? Аргентина очень-очень красивое место с потрясающей природой. То есть, несмотря на то, что мы были в основном только в Буэнос-Айресе, это город. Это вот представь себе вот эта же улица, мы едем сейчас по Московскому проспекту, но только вдоль улицы до Марса закрываются гигантскими красивейшими деревьями. И то есть, ты как будто бы едешь по лесной аллее, но на самом деле ты находишься в городе. То есть, это нереальная природа, при том, что мы на самом деле аргентинскую природу настоящую не видели, там нужно путешествовать, нужно летать, а с беременной женой особо не летаешь. Но если вы планируете поездку в Аргентину, там обязательно нужно как-то путешествовать, все эти водопады, ну, горы, вот эта природа просто, конечно, там... неописуемо. Это, во-первых. Во-вторых, сами аргентинцы очень добрые люди, очень открытые, очень семейные. Этот культ семьи там очень на такой высокой какой-то ноте. Разве? Почему? Потому что у них в целом откуда-то такая это идет история, что вот есть день семьи, вот мы отдыхаем, вот они постоянно везде гуляют с детьми. Если ты идешь и ты с ребенком, и ты беременный, обязательно тебе там сделают комплименты, посадят тебя, если ты стоишь в автобусе. Неправильно прозвучало фраза. Ну, то есть максимальное уважение к беременным, вообще вот... Ну, в общем, максимально friendly атмосфера в Аргентине. Плюс там очень вкусный кофе, очень необычный, очень горький, но очень прикольный. То есть ты приедешь и пойдешь в какую-нибудь кафешку, там их очень много, классных. Вот таких кафешек, знаешь, китерского формата, таких модных, стильных, там они на каждом шагу. И ты когда попробуешь кофе, какой-нибудь из них, ты сделаешь глоток и у тебя первая реакция будет «О, ничего себе, это что такое?» Так бывает. Он немножечко другой, он как будто бы чуть-чуть покрепче и с очень интересным вкусом. А мы фанаты кофе, и для нас это прям такой вот фетиш там был. Животные, аргентинные животные, собаки, просто на каждом шагу, там же есть это, как там называется это, профессия докситеров, когда ты можешь устроиться кому-то выгуливать собачек. И там вот, видишь, идет человек, вот как не с коляской, да, девушка, а у него такая хапка из десяти собак, и она с ними гуляет. И таких вот очень много. Ну, то есть, если ты любишь животных, собак тоже, ну, класс. Собачий киндерга там. Да, да, да. Встретились, поиграли, погуляли. Это есть. При целом там есть даже вот эти киндергардены для собак, то есть в любом парке там такой отдельный вольер, где с ними играют там. Это очень круто. Да, да, да. Да, вообще супер. Ну, то есть... Мне нравится вот эта вот позиция, гулять с собаками нельзя. И ты такой, окей, а где? Тебе, скажите, где я пойду. Да. Хоть у меня и нет собаки, как бы, но я ставлю себя на место людей и, как бы, я отлично понимаю. Я к тому, что вот если бы я не работал ведущим, и мне не нужны были для работы другие люди, потому что мне реально нужны люди, мне нужно живое общение, иначе я вот начинаю превращаться в такой сгнивший цветок, то я бы занялся каким-нибудь онлайном, во что-нибудь бы продавал онлайн и что-нибудь бы делал и уехал бы вот в Аргентину, потому что там, ну, идеально. У меня есть два диаметрально противоположных времени, о, времени, мнения. Так. Денис Кулишев. Так. Он говорил, Аргентина, это, ну, вообще жесть, это дичь, это бомжи на улице. Денис Кулишев не писал, когда он был в Аргентине, и спрашивал, что, куда можно. В Аргентине очень важно, вот именно в Буэнос-Айресе, да, где он, по-моему, и был, очень важно попасть в правильный район. Там все разграничено очень-очень строго. То есть ты сделал шаг из района, и ты можешь остаться без жизни. Ну, там, без телефона, без денег, без документов. Но есть там четыре района, три района. Так, Пелеграна, Рекалета и... забыл, как называть, район, в котором мы жили. Не суть. Которых нужно жить. И, по идее, по которым можно перемещаться относительно безопасно. Относительно, потому что, ну, все равно, там, когда ты это делаешь ночью, становится уже относительно небезопасно. Поэтому очень правильно нужно в правильных районах появиться. У нас такого, мне кажется, нет. Ну, по крайней мере, в Питере. Даже если ты ночью пойдешь в какую-нибудь Колпино, то, в принципе, ты... Я за что вот люблю вообще Россию? За то, что у нас, ну, по сути, это безопасно. Ну, то есть даже когда говорят там про какой-то Купчино, мне кажется, там... Нет, Купчино уже давным-давно не опасный район. Вот. Это во-первых. Ну, даже что там? Ну, там что еще есть? Шушары. А, у Мурина есть. Тоже вы когда-нибудь бывали в Мурина? Я говорю как человеку, у которого в Мурина есть квартира. Там одни семьи. Да, там есть, конечно, вот эти ребята, которые все это строят, поскольку Мурина строится бесконечно. Но в основном это такой семейный тоже район. Ну, то есть у нас супер безопасно, и такого, что ты можешь остаться без телефона, нету. То есть в Аргентине, например, нельзя оставлять телефон на столе и отойти к барной стойке, взять себе кофейку или что-то заказать. Нельзя. А у нас, ну, пожалуйста, ты хочешь максимально. Мне кажется, с появлением айфона, их защиты и защиты от краденных деталей, их воровать стало, в принципе, неинтересно. Ну, возможно, и с этим тоже связано все это. Но нет, нет. У нас люди все научатся размагнитить эту систему айфонскую и от нее избавиться. Мне кажется, ну, в целом просто это неинтересно стало людям. Ты говорил про консультации ведущих. Да. Ты же сам консультируешь ведущих. Что это? Это личное наставничество, это обучение, как это выглядит. Нет, это просто консультация. Все, что я пока делал, это консультации. Когда-то я сделал первые несколько бесплатных консультаций, которые очень хорошо пошли, потому что, оказывается, очень много людей есть, которым нужна здесь помощь какая-то. И когда я это начал делать бесплатно, я не знаю, как это работает, у меня просто все сферы жизни полетели вверх. Представляешь? То есть я начал зарабатывать два раза больше. Тогда у меня начался вот этот проект с Куба. И у меня просто вот появилось изо всех финансовых потоков ну вот реально все увеличилось. Все потоки, собственно, увеличились финансовые. И я подумал, что это очень классная тема и начал это делать за деньги. И финансовые потоки остановились. Я шучу, конечно, но сейчас я очень редко провожу. Когда обращаются ко мне, я провожу консультации. Просто я это тоже не рекламирую. У меня это написано в шапке профиля, что консультации, да, они работают. Двух-трехчасовая консультация. И я рассказываю, как работает моя схема, то есть мой ивент-бизнес. Показываю, рассказываю и отдаю все инструменты. Это все мои сценарии-конструкторы. Я работаю по системе сценариев-конструкторов. То есть я отдаю клиенту после встречи вот все, чтобы у него на руках осталось ну хоть что-то, да? То есть какие-то материалы по его мероприятию со всеми идеями, которые мы только что обсудили. То есть я про эту систему все рассказываю. И, ну, для тех, кому нужен какой-то старт, это очень помогает. Вот. А если у меня идея сделать из этого дальше какое-то обучение, они давно уже вводят. Плюс ко всему у меня получается обучать. Возможно, даже лучше, чем проводить. Поэтому, да, какое-то обучение точно когда-нибудь будет, но когда, я ее сказать не могу. Про бизнес. Да. Ты являешься совладельцем нескольких ресторанов. Несколько. Сейчас их осталось два. Было три, осталось два заведения. Да. Вопрос. Что за рейстики? Как так вышло? Как так вышло? Мой лучший друг в какой-то момент женился классной девчонке, которая, они, собственно, познакомились в ресторане. Он работал там банкетным менеджером, а она работала там управляющей, по-моему. Не буду говорить, что это за ресторан, это очень известная сетка. Была сетка, сейчас уже не сетка. И они знают про ресторан и все. И вот его жена, она нам всегда говорила, чего вы не откроете свой ресторан? Типа, у вас все есть, деньги есть, открывайте. А мы никогда даже не думали. А у меня был какой опыт? У меня были знакомые, которые открывали возведение и обнулялись полностью. Но тут мы решили делать и сделали ресторан в Бергольд-центре. Это кластер. Кластер, это вот это вот модные места. Я там иногда снимаю свадьбу. А где, в Бергольд-центре? В Бергольд-центре, да. А, ну вот, ну там такой классный микрорайончик, дворик, короче, симпатичный. И тогда это был относительно новый кластер. И мы там заняли площадку одну и сделали там ресторан грузинской кухни Эзе. Там грузинского ничего еще не было. И надо сказать, что мы открыли ресторан и начался ковид. Начался ковид, и я подумал, что, ну, как бы жопа. А тогда были вложены туда, ну, практически все деньги, которые были. Я подумал, классно, супер, вообще, мы жестко попали. Но за счет того, что рестораны сами были закрыты, а дворик, это был не ресторан, это дворик, по закону там можно было сидеть. А люди настолько сильно изголодались по ресторанам, которые были закрыты, что они приходили в Бергольд-центр, брали просто в окошке у нас еду и садились на нашей террасе и по факту это была терраса. Ну, то есть по закону это дворик. Понимаешь? Да-да-да. И это дело очень сильно поперло вверх. Настолько сильно, что мы открывали второе заведение по окончанию летнего сезона. Там тоже сезонная работа абсолютно точно такая же. А второе как называется? Второе было Плюк, а третье Лейла. Плюк потом мы продали в прошлом году по возвращению из Аргентины. И осталась только Лейла. Но я хочу сразу всем сказать, какое ко всему этому имею отношение я. Я ничего не делаю ни по меню, ни по ресторану, ни по ремонту, ни почему. Моя роль только исключительно финансово-соучредительская. То есть я просто соучредитель. Потому что у меня многие спрашивают, это, Игорь, как открыть ресторан? Я понятия не имею. Просто классная команда, вот она сделает вам классный ресторан. Я чего в этом не понимаю, не соображаю, ни как искать место, ни как открывать ресторан, ни в меню, ничего, опять же, не понимаю. Маркетинги немножко понимаем. Но и то только потому, что я этим сам увлекаюсь. А там делают все команды. А я только соучредитель. Вот. И все. Очень уютный ресторан. Эзо. Эзо, да. Мне кажется, я там снимал свадьбу вместе с тобой. Ветеринаром. Ветеринаром? Да. У них в черном ящике были зубы собаки. Так, я что-то помню в черном ящике собачьи, потому что я помню, как я выкидал черный ящик, потому что там было что-то вонючее. Очень редкостное. Слушай, сейчас не вспомню, конечно, но надо сказать, что даже Эзо, этот ресторан, ну там тоже не все так было сладко. То есть как раз таки, как пока я был в Аргентине, нас выгнали из основного помещения, отдали нам другое. То есть это тоже все. Не шоколадно. То есть такой бизнес, когда у тебя он есть, ну, на стороне. Но оффлайн это всегда не так просто. Онлайне, мне кажется, проще что-то сделать, поменять резко, чем когда в оффлайне у тебя завязано все на месте, на потоке, на аренде. Ну вот если бы, я к тому, что если бы я этим реально занимался, ну, я бы уже психану. То есть если бы я был той командой, которая вот все делает, работает, а там, ну, там нужно голову иметь, очень стальные нервы и огромнейшие яйца, чтобы все со всем этим совладать. А там, ну, как бы, яйца есть у всех. Даже у женщин. В первую очередь. У тебя есть еще одно увлечение. Это путешествие в США. Да. Ты правильно сказал, что это прямо можно как отдельную, знаешь, стезю мою, как сферу жизни. Путешествие в США. Не просто путешествие, а путешествие в США. Да. Расскажи, как произошла эта любовь? Я думаю, что у моего поколения, ты мое поколение вообще? Я думаю, что... А сколько тебе лет? Не буду говорить, сколько мне лет. Да? Ме 31, вроде бы. Ну, значит, и мое поколение, да. У всего поколения, мне кажется, есть вот из-за детства вот эта какая-то страсть вот по штатам из-за мультиков диснеевских, из-за фильмов, там, «Один дома» и всяких таких, из-за сериала, в том числе его сериал «Друзья». И вот эта какая-то страсть, ну, из-за музыки в том числе, да, меня всю жизнь сопровождала. И я как-то первый раз поехал в Америку, и я, ну, во-первых, был очень счастлив. А вообще можно сейчас про Америку говорить. Можно. Пока не запрещено. Да, ну, просто это недружественная страна, но, несмотря на это, очень люблю штаты за вот этот вот, за очень уютный дух детства, что ли. Соединение, да, мечты и реальности. Да, вот-вот-вот. И когда ты туда приезжаешь, ты видишь вот эти гигантские улицы, увеличенные просто в размерах. То есть вот мы едем, опять же, по московскому, это большая улица, да, а там вот еще шире, и вот дома все вот такие, там, огромные. И это очень вдохновляет. То есть меня архитектура очень вдохновляет, американская. Но она же разная. Очень разная, да. Вот, да давай про другое побережье, там, про Калифорнию. Все другое, но тоже суперклевое. И даже вот бомжи, и вся эта бомжовская история американская, тоже что-то в этом есть такое вдохновляющее. Вот. Так что, да, если кто-то не был в Америке, обязательно советую побывать. У меня есть несколько стран, в которых я точно хочу побывать. Это Япония. Сейчас Япония стала каким-то этим, тоже мейнстримом. Сейчас... Я заметил. Два моих коллеги, как минимум, уже... И у меня вот абсолютно то же самое, тоже два коллеги. Тоже... Случайно не Радиковский муштоватый? А, нет. Так, первый кто? Радиковский, это фотик. А, нет, 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 нет. Муштоватый, видимо. Андрей Любимов Родионов сейчас вот только приехал из... Они просто могли там вместе все встретиться. А, да, да. И потусить. Нет, классно, но недавно я услышал, что это не мои мысли, сразу скажу, это мысли моего брата. Он часто мотается в Китае в командировку. И он говорит, если сравнивать Японию и Китай, то вот сейчас все начали о Японии очень много говорить, но Япония типа осталась вот в 2010 году, когда-нибудь последнее, что изобрели, это вот унитаз, который омывает тебя отовсюду. Ну, то есть вот это вся их индустрия. Кстати, если что, у тебя тоже есть своя водичка. Обалдеть, ну, немножко похуже, чем у тебя. Ароматный мир? Да, у меня ароматный мир. А, у меня акваминеральная, газированная. Ну, ладно. Вот. То есть вся вот эта японская модная история, она осталась в 10-х годах. А Китай типа намного быстрее и сильнее ушел вперед. У них разная история. Япония, они бомбанули в 2010-м, я думаю. У них все это случилось, они везде все внедрили, и заменить это намного проще, чем сделать с нуля. Угу. По той же самой причине, почему у нас в каждом ларьке стоит терминал, а в Финляндии иногда кэш используется. А. Я думаю, что это именно так и происходит. То есть они как бы и в принципе и рады бы, они же ну типа на хорошем научном уровне находятся, но им внедрить тебя в жизнь намного сложнее. Я лично не был в Японии, но исходя из того, что я смотрю у блогеров, да, у лайв-блогеров, которые реальную ситуацию показывают, а не просто картинку, именно все так. Ну и во многих странах в той же самой Америке у них чековые книжки так сильно прижились, что они как бы вроде как до сих пор. Хотя это ну прошлый рек, считай. Я просто, знаешь, что думаю, что желание побывать в Японии, это вот что-то романтичное просто. У меня желание побывать в Японии, это что-то из детства, вот как ты говорил, да, потому что японские анимехи, я на них вырос, Хаяо, Миядзаки. А вообще мимо меня. Да, серьезно? Вот мимо меня это футбол и вот анимешная вся эта тема. Футбол я тоже не люблю. Прям, ну, прям от слова совсем. Играть люблю, смотреть не люблю, не понимаю. Ну, кстати, если ты посмотришь Хаяо Миядзаки, ну, у тебя же дочь подрастает, однажды она захочет какие-то мультики посмотреть, там очень крутые мультики вот именно этого режиссера. Я бы не назвал это мультиками, я бы сказал, что это фильмы. Некоторые даже достаточно взрослые для понимания ребенка, как, например, «Ветер крепчает» одна из последних работ, это биография авиаконструктора японского, который мечтал строить самолеты для людей, для удовольствия, для путешествий, а его наработки начали использовать для войны. И он сильно расстроился. И вот так показывается его сложная судьба, его девушка там все вот это вот как-то раскрывается. Как-то эти работы у него прям, ну, не знаю, в самое сердце, что ли. Да? Да, смотришь и прям кайфуешь. И музыка. Музыка. Знаешь, в чем просто суть? Я когда вижу вот эту картинку, просто анимешную, она же, ну, своеобразная, да? Да, да, да. Вот сама эта анимация, она меня вот не возбуждает просто уже. То есть вот слышишь, люди какие разные, да? Это да, это, наверное, вот прошел тот период, да? Я зацепил, и меня это зацепило, и у меня это осталось как ностальгия. А ты не зацепил. И так и вышло. Сама анимация меня даже, ну, в детстве другая всегда увлекала. Черепашки, ниндзя там. Да, мимо прошло. Да? Да. Я смотрел просто потому, что было, но нравилось что-то другое. А, да, Sailor Moon, что ли? Sailor Moon? Да. Я даже стеснялся смотреть, потому что это, ну, вроде как такая, ну, типа, женская история была, когда я был мальчиком в детстве, все девочки смотрели Sailor Moon, мальчики не смотрели, а я смотрел, мне нравилось. Там таксада Маск был, очень крутой. Он всегда спасал Sailor Moon. Ну вот, Япония, США и Южная Корея. Южная Корея, кстати, подпишусь, тоже интересно, тоже посмотрел бы на Южную Корею. Возможно, даже Северная. Вот ее открыли, и я бы тоже съездил в Северную Корею. Это было бы интересно. Ну, хотя, вроде как там... А видеоблогов тебе не хватит? Посмотреть? Я пока еще не смотрел. А, ты не смотрел? Да, пока еще не смотрел. Ну, вот там просто сама картинка, она такая, вот прям вот очень-очень серая. Советский Союз такой. Ну, да. В своеобразных его проявлениях. Ну, то есть интересно как бы посмотреть, но вот ехать даже на неделю немножечко... Я боюсь, просто скучно будет, потому что там же... Это именно... Вот путешествие в Японию для меня было бы, как окунуться в другую культуру. Я коснулся культуры азиатской, побывав в Таиланде. И мне это очень сильно откликнулось. А, да? Да, мне кажется, что... Ну, я... Несмотря на то, что там очень жесткие тюрьмы и самые отпетые ребята, в основном обычные граждане, они очень дружелюбные. Да. Вот эти вот... СВДК там и так далее. Это, ну, блин, очень круто. Ты ходишь и чувствуешь вот эту доброжелательность окружающих. Хотя они даже иногда не улыбаются тебе в лицо, но ты чувствуешь, что они как бы доброжелательные. Обожаю тоже Таиланд. И окунуться в другую культуру, это самое, наверное, интересное в путешествиях. Поэтому хочется в Японию, как совершенно другую страну. Хочется в Южную Корею, потому что это тоже как бы Япония, но посмотреть как-то с другой стороны. Наверное. Но США, да, это... А ты не был в США? Нет, нет. Я только мечтаю. Мне иногда снится, что я в США полетел, но еще не был. Слушай, единственное, что я думаю, сейчас это вообще как бы там супердорого. Конечно, у нас там живут друзья, и ну прям вот очень дорого становится. То есть и было как бы недешево. Поэтому, когда ты планируешь поездку в США, там ну как бы нужно быть готовым к тому, что ты оставишь достаточно много денег. Ну Япония тоже недешевая. По отзывам, ребят, это не меньше миллиона на хороший отдых на две недели. Ну так, от 600 до миллиона. Это много. Да. Но я стремлюсь. Я начал относиться к жизни как к тому, что уже происходит. То есть, когда ты ребенок, может быть, это из-за какого-то внешнего окружения, внешних факторов. Тебе кажется, что где-то есть какие-то взрослые. Так. Но сейчас я тот самый взрослый. Вот у меня ребенок. Абсолютно точно такие же мысли у меня появились. Вот с рождением дочки, что типа все. Вот детство реально закончилось. То есть вот у тебя второе детство, а ты вот сейчас уже с другой стороны. Да. Поколение вот сместилось. То есть наши родители стали бабушками и дедушками. И бабушки, и дедушки. А ты стал своими родителями. То есть вот происходит вот этот сдвиг действительно с рождением ребенка. И это дает как бы тоже небольшой толчок, пинок, что типа ну все, давай уже двигайся, делай уже что-то, что ты не делал все это время. Едь туда, куда ты не ездил. Кстати, вот ты говорила то, что у тебя очень сильно откликнулась поездка в США. Мне кажется, я то же самое испытал, когда съездил первый раз в Диснейленд с родителями. Мне было тогда лет 13, наверное. И мы поехали в Париж. Немножко другой Париж. Не то, что сейчас. А они ездили еще в 95-м году без меня. Мне было три года. Они меня тогда оставили на недельку с бабушкой и сами слетали. Они говорят, что это был еще другой Париж. То есть тогда это был Париж, Бельмондо, Пьер Ришара. В 13-м году это было такое, ну что-то между. А сейчас это Париж, ну прям иммигрантов, я бы сказал. Нету такого. Что-то все говорят. Ну типа супергрязно там сейчас. И супергрязно. И есть вот прям районы там, где под мостом целый палаточный городок из ребят, кто приехал. Все меняется, все меняется. Когда приходят они. Я чего хочу сказать. Про США мы закончили, а почти не начали. Расскажи, где ты был? Были ли какие-то места, в которые ты прям реально хотел попасть? Может быть, это как раз-таки места из фильмов, сериалов. Да. Были ли какие-то трэш-истории? Это отдельная тема. Потому что, во-первых, это интересно. А во-вторых, это очень хорошо смотрят. У меня... Я, вот ты говоришь, после 40 миллионов просмотров, говорить о том, что что-то залетело, стыдно. Вот у меня какой-то шортс на 7,5 тысяч зашел про то, что там у меня была какая-то трэш-история в Доминикане. А, да? Да, да. А ты нарезал на... Ну, нарезал, да, в Ютубе там выкладывал. А, блин. Это отдельная история успеха. В Ютубе выкладывать шортсы каждый день. Слушай, трэш-овую историю сейчас не вспомню. Давай начнем с первого вопроса. Я был сколько? Три раза. Первый раз ездил туда учиться. Я нашел музыкальный курс летний в университете в Нью-Йоркском. Нью-Йорк-юниверситет отделения Штейнхарт. Это творческий факультет. И просто нашел себе курс. Поехал, поучился в Нью-Йорке. Суперкруто провел время. Познакомился с иностранными студентами. Со всего мира там приехал. При том, что я забронировал себе жилье. И уже во время обучения я узнал, что мне, оказывается, с моим обучением полагалось жилье. То есть... Прикольно. Дорм. Это называется... Копщага, короче. Там опщаги суперкрутые. И потом второй раз я поехал со своим лучшим другом. Мы поехали вместе в Америку, потому что он закончил Американоведение и ни разу не был в Америке. Я сказал, что что, типа, обязательно надо делать. Ему так понравилась эта идея. Типа, давай поедем, давай. И мы такие просто поехали. Сделали документы, поехали в Америку. Тоже в Нью-Йорк, тоже вот чисто на недельку. Потом мы уже поехали с женой к нашим друзьям. Это уже была Калифорния. Просто повидать Калифорнию. И последний раз мы ездили специально в национальные парки. Зачем нужно ехать в Америку? Это в национальные парки. Псеквоя парк. Пустыня там Долина Смерти называется. Ну, в общем, много. Но когда мы туда приехали, там были пожары. Все парки были закрыты, кроме Долины Смерти. И вот мы побывали только в Долине Смерти. Ну, там не прям суперинтересно как-то было. Но очень классная такая, аутентичная жил. Ты живешь в пустыне в таком домике, где там снимается какая-нибудь текасская резня бензопилой. Знаешь, вот такое ощущение. Такая деревушка пустынная. И вот эта киношность, она там повсюду. В том числе там локации, где снимались, где как будто бы происходила жизнь героев сериала «Друзья». Плюс ко всему ты можешь просто прийти в этот Warner Brothers, в сам непосредственно парк. Это не парк развлечений, это именно киношная вот эта вот вся тусовка с декорациями. На все это посмотреть, это тоже все очень вдохновляет. Поэтому если ты вот в детстве все это переживал и хотел посмотреть, как это выглядит все в реальности, ты приезжаешь туда и понимаешь, что это не совсем, конечно, прям то же самое, но местами даже как-то ярче, круче, интереснее. Ну, может, у нас с женой, я забыл в прошлый раз рассказать Денису, у нас с женой постоянно происходят трэш-истории с картами. Мы хотим куда-то доехать сами и едем какой-то жопой мира. Что было в Таиланде, что было в Доминикане. Вот в Доминикане была вообще картина масла. Мы взяли на прокат Toyota RAV4, старенькую, у мужика, который около отеля продавал сим-карты. И вообще такой, очередной плюшкин, у которого есть все. И он свою же машину сдавал в аренду. Ну вот, мы у него эту машину взяли, поехали, построили маршрут. И гугл-карты нам построили маршрут сначала по шоссе, а потом какой-то проселочной дороге. Уже по истории с Таиландом мы поняли, что что-то не так. Я говорю, что нет, но вдруг, может быть, чудеса случаются. Давай попробуем. Мы едем, ничего не происходит. Едем дальше, мимо нас проносится группа людей на квадроциклах, что, в принципе, сигнализирует о том, что там катаются на квадроциклах, а не на машинах. Ну вот, начинаются какие-то огромные лужи, до этого дождь прошел. Проезжаем дальше, стоит конь, просто пасется на лужайке, конь сам по себе, белый, ест, без привизия. Мы такие, окей, хорошо, едем дальше. Ну, вроде уже половину пути проехали этой вот дороги самой, должны скоро на шоссе выехать. И тут огромная лужа. И я такой, ну, у нас же Торио, Тойота, РАВ-4, полный привод, всякое такое. Я въезжаю в эту лужу и застреваю. А лужа прям вот на всю дорогу. А дорога шириной вот как эта... А лужа прям огромная. И я не знаю, где чего, но я понимаю, что там грязи по колено, а мы с женой все в белом. Знаешь, как Сенсейшн Уайт, вот прям мы все в белом. Кеды, все. И я тяжело вздохнул. И такой, ну, я пошел. Я выхожу вот так вот в эту грязь наступаю, по этой грязи вот так вот иду, ломаю веточки, которые там были. И я понимаю, что под колеса нужно что-то подоткнуть. Но что, непонятно, там вокруг ничего нет. Ломаю какие-то веточки, что-то куда-то под колеса сую, вот так вот еле-еле-еле раскачиваюсь. И в этот момент, пока я эти веточки сую, ко мне подходит конь и вот так заглядывает и смотрит, что я делаю. Конь вот этот, который пасся без привязи. Я такой, думаю, блин, конь, что ты думаешь о нас? И, ну, да, было сложно. Я раскачал машину на этих веточках кое-как. И задним ходом, и вперед у меня не получилось выехать. Назад выехать получилось. Машина вся в грязище. Я вот так вот по колено весь в грязище. Реально вот эта, знаешь, глина такая желтая. Мы едем обратно. А я понимаю, что нам эту машину обратно потом сдавать. Если эта грязь вся засохнет, то ничего не получится. А ехали мы на смотровую площадку в палящее солнце. За три секунды все замерзает, застывает. Я подъезжаю на бензоколонку, на бензоколонке. Говорю, ребят, ну, типа, есть машину помыть? Они такие, ну, вот склиз, вот ведро. Я такой показываю на машине. Я не справлюсь. И там берет, там какой-то чел, такси на мотоцикле. Говорит, я вас сейчас отвезу. Едьте за мной. И он, короче, едет, везет нас. Ведет, точнее. Мы за ним, как за проводником, едем в какие-то трущобы. Реально трущобы. Где ребята вместо школы моют тачки. И они нам помыли тачку. Ну, во-первых, за очень дешево. По нашим деньгам это 400 рублей. Помыли просто до блеска. У них вот этот вот культ блестящих тачек. Если тачка еще и какая-то, ну, не элькамина какая-то, а, ну, прям нормальная, они ее намывают. И они прям мыли, мыли, мыли. А чувствую, время идет. Они, ну, типа, полчаса ее моют с губкой, с пеной. Там вот эти школьники ходят, бегают. Я говорю, все, хватит. Типа, мы поедем, нормально. А он не знает, что сказать. Он смотрит мне в глаза и такой. It's not beautiful. И продолжает мыть, короче. Они нам намыли все. Изнутри арки помыли. Колеса все помыли. Мы на блестящих тачек поехали. Вот это, ну, прям одна из тех историй, которые можно потом рассказывать. Потому что путешествия, застревания в каких-то непонятных джунглях во-первых, очень сильно сближает. А во-вторых, конечно, это удивительно, насколько можно застрять на ровном месте. Мы могли проехать просто вот так. Но мы поехали вот так в очередной раз. Ну, приятно потом вспоминать такие вещи, да? Это очень круто. На самом деле мы очень любим путешествовать сами. Не с экскурсиями, а именно сами. Нет, конечно. Как раз таки потому, что именно тогда происходят самые интересные истории. Ты вот в экскурсионном автобусе ничего не запомнишь. В экскурсионном автобусе нет этого ощущения эксплоринга, что ты что-то... Да, не прикоснулся к культуре. Да, да, да. А когда ты сам, конечно, это самое интересное. А ты же сам по США путешествовал. Да. Ну, опять же, по США путешествовать нам помогали друзья. То есть они сразу говорили нам, что где смотреть. Отчасти поэтому, наверное, у вас таких историй не происходило. Ну, да. Ну, вот я не помню, что какая-то жесть была. Жесть из США. Да даже в Аргентине у нас не было какой-то жести. Хотя это такая достаточно жесткая, может быть, страна с точки зрения каких-то опасностей и так далее. Ну, нет, я помню, что пока мы были в Аргентине, кого-то там убили. Как раз таки из-за того, что кто-то не отдал телефон. Там вот если к тебе пристают и от тебя что-то требуют. То лучше отдать. Ну, что бы это ни было, отдавай. То есть они на понт не берут. Это прям реальные, ответные ребята. Они прям могут застрелить за телефон. Вот прям могут застрелить за телефон. Вот так вот выхватывать, ничего не надо пытаться спасти. Нет, точно не в Аргентине. Говорят, в Бразилии еще похуже. То есть в Бразилии говорят, что могут прям застрелить прямо вот средь бела дня. Вот у всех на глазах. И тоже ничего никто никому не сделает. Ну, вот с точки зрения Аргентины, да, там вот какая-то такая история звучала, когда мы там были, что кто-то просто не хотел давать телефон и кого-то убили. Но ничего прикольного в этом нет. Да, поэтому нету ничего ценнее жизни. Если кто-то у тебя что-то требует, лучше отдать. Все материальное. У тебя был вообще трип вот по этим киношным местам? Что ты называешь? Нет, специально мы не брали трип. Все, я понял. Там даже были, знаешь, какие экскурсии? Экскурсия по Беверли-Хиллз, по домам, где живут знаменитости. Не по домам. Ты не можешь попасть в дом. А ты вот проезжаешь полей. И вот в этом доме живет там Стивен Тайлер. И ты такой, вот за этим забором есть какой-то дом. И, возможно, там живет Стивен Тайлер. Интересно, хорошо, давайте поедем дальше. Но даже так, это все равно, мне кажется, интересная малая экскурсия. Но мы не ездили. Весь дух такой в Америке. Весь киношный. Вот. Хотя я уверен, про Америку можно много чего плохого сказать. Но мы не будем. Я могу сказать, это очень дорого. Ну вот, например, да, с точки зрения путешествий. Да, я помню у тебя сториз, что выйти из дома — это 100 долларов. Очень дорого. Ну, типа, да. Если ты планируешь куда-то выйти, но все, ты готовишься к тому, что 100 долларов ты точно уже где-то оставишь на чем-то. Ну, в целом, сейчас выйти у нас в магазин... Кстати, у нас сейчас очень похожа становится ситуация. Но когда мы были в Аргентине, вот сколько, полтора года назад, там было прям супердешево. Сейчас нам снова дорого, там новый президент. Не снова дорого, в смысле, а тоже дорого. А тогда было супердешево, и мы даже ставили эксперимент, типа, прожить на 100 долларов в неделю. И у нас получилось 5 дней прожить. А я тебе напомню, что мы любители выйти, погулять, взять кофе. Ну, то есть это с продуктами, со всеми делами. 100 долларов практически получилось на целую неделю. То есть в целом, ну, тогда были просто шоколадные времена для того, чтобы ехать. Сейчас там все, конечно, уже так сравнялось с Питером. Но и с Питером тоже. Хотелось бы продолжить тему трэш-истории. С путешествиями у нас не вышло. Давай, у тебя буквально позавчера вышел Reels, Shorts, Stories вчера про все трэш-моменты. Ну, это не все. Я, опять же, нормально к этому отношусь. То есть это бывает у всех. Это бывает у всех, это просто интересно. Это такая внутрянка. Да. Просто в какой-то момент я подумал... У меня были жесткие истории на мероприятиях. В целом, действительно, каждый год они случаются. Но в этом году я прямо думал, что я в какой-то момент, наверное, даже должен записывать эти моменты, чтобы их вот в такой список превратить. А это я просто вчера сел, и все, что вспомнил, я написал. Вот история с тем, как диджей не пришел на мероприятие. Как это произошло? У меня не один диджей, естественно. У кого-то из ведущих один диджей. У меня несколько диджеев. Вообще их, на самом деле, четыре. Это был один из четырех диджеев из одного заведения, в котором мы работаем. То есть я являюсь резидентом одной сетки ресторанов. Тоже не буду говорить, какой. И этот диджей вообще оттуда. Но поскольку дата, в которой мы работали, была суперпопулярная, все мои диджеи были уже заняты. Ну, и у них тоже бывает личная жизнь. Поэтому это норма, иметь несколько диджеев. Поэтому я был вынужден взять вот того парня, в котором мы работаем резидентами в сети ресторанов банкетных. И я приезжаю на мероприятие. А, нет, было не так. Мы с ним договорились встретить до мероприятия, что я заеду за ним на машине. Угу. Мы с ним договорились. Я приезжаю к нему во двор. Это было 9.30 утра. И у него есть такая привычка очень долго собираться. Поэтому я привык. Я 10 минут, 15 минут. Начинаю писать, начинаю звонить. Никто не берет трубку. Угу. Проходит полчаса. А у нас через час уже в Моджестике планерка. Брифинг с организаторами. А это корпорат одной организации с синий-бело-голубым логотипом. Угу. И с Тимилдингом. Тимилдинг и банкет. Угу. То есть мне диджей нужен на целый день. Угу. И самое, что странное во всей этой истории. За день до этого мы с ним проговариваем обивки. Там было все в стиле 90-х. Так, что мне нужна отбивка типа RANDMC. Как там? Чойки. Чойки, 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 чойки. И он мне скидывает эту отбивку. Говорит, вот это. Я говорю, да, да, да. Вот это. Ну, то есть мы все обсуждаем с ним уже непосредственно вот эти какие-то ходы. То есть все окей. Я приезжаю. Никто не берет трубку. Проходит полчаса. Никто не снимает трубку. Я начинаю бибикать. Типа, может, спит чувак? Давай-ка я весь двор разбужу. Но проснись, пожалуйста. И никто не просыпается. Я сажусь в машину и начинаю названивать всем. Всем подряд. Всем диджеям своим, которые занят в этот день. Основному своему диджею звоню. Говорю так и так. Жень, есть ли кто? Женя говорит, нету. Звони другому диджею. Говорю, Денис, срочно. Мне все равно. Либо сам бросай свое мероприятие и приезжай. Либо, в общем, что-то сделай. И он мне находит диджея на первую часть. На тимбилдинг. Я думаю, все, слава богу. Это был афроамериканец. Не помню, как зовут его. Но я помню, что я приехал на мероприятие. Меня встречает организатор. Я говорю, слушайте. Короче, небольшая жесть случилась. У меня диджея не выходит на связь. Поэтому будет замена. Вот такой будет диджея. Показываю. Они такие, офигенно. Классно, это же круто. Он же типа в стиле будет. Там 90-е, там рыбаки. Вся вот эта история. Я думаю, ладно, хорошо, круто. Решили этот вопрос. Дальше на вторую часть мне уже, вот основной диджея Женя нашел другого парня, который приехал и сказал вообще, а как такое? Как вообще возможно не приехать на мероприятие? Ладно, еще на просто какое-то мероприятие. Но как можно не предупредить? И как можно на такое мероприятие? А что бы ты делал, если бы, говорит, я не смог? Тут нужен типа чувак, ну, максимально с головой, который все шарит. Потому что вот приехал на вечернюю часть Макар. Классно очень тоже диджей. И ему сразу там накидали. То есть там артисты вот скидывают, скидывают, скидывают. А там же еще все в тематике 90-х. Можно быть прям в стиле все шарить. И у тебя программа должна состоять только из музыки 90-х. Но он все так классно и суперски сделал, что вот теперь мы с Макаром тоже достаточно часто работаем. Будем работать вот в этом декабре. Так вот. Все у меня спрашивали, а что с диджеем? Ну, типа, организаторы спрашивали, что с диджеем. Все мои диджеи, вот, я же их поставил в курс, делаю. А что с тем? Он живой? И я уже, ну, я сделал объявление на Инстаграме. Говорю, типа, если кто-то видел, дайте знать, кто-то слышал что-то о нем. Потому что общие-то знакомые точно есть в веб-индустрии. И он мне ничего не ответил, но он вышел на связь с организатором той площадки, где мы резиденты с ним. И вот ему он признался, что у него там случились какие-то обстоятельства очень жесткие. Он не смог и не хотел никому об этом говорить. Потом ему было очень стыдно. Ну, то есть вот все по самой такой, знаешь, классике непрофессионализма, я бы сказал. И потом я уже просто написал, ты напиши хоть жив-здоров тут люди, волнуйтесь. И он мне ответил уже. Он написал, типа, все хорошо. Понимаю, что не могу никак компенсировать. Могу компенсировать только материя. Но я уже ничего на это не ответил. Потому что, ну, такие штуки, наверное, надо... Я очень добрый человек, но могу очень жестко как-то вот какие-то профессиональные, да, моменты среагировать. А может быть такое, что к тебе люди приходят, бронируют тебя и говорят, а у нас будет вот то-то, вот то-то, вот то-то. А ты такой, ну, блин, может, вы вот этого брать не будете? Может, вы возьмете что-то другое? Никогда в жизни такое не скажу. Никогда в жизни я такое не скажу. Даже если вдруг они уже взяли там какой-то ресторан, который, на мой взгляд, им не подходит. Не то, что он мне там не нравится. У меня уже стерлось вот это вот понятие нравится-не нравится, да, за счет вот этого профессионального. Просто я понимаю откровенно, что им будет там некомфортно, неудобно. Это максимальный правильный выбор. Я не буду уже им это говорить. Я буду говорить так. У нас нету проблем. У нас есть задача, с которой мы сейчас должны будем справляться, да. То есть наша задача конкретно в этих условиях, вот с этой геометрией зала, не знаю, вот с этим звуком сделать по максимуму. Готовы ли вы там немножко вложиться чуть больше в аппаратуру, чтобы звук был чуть-чуть получше? Да или нет? Они вот спрашивают мне, Игорь, а это стоит того, не стоит того? У меня такая была ситуация этим летом, когда мы на площадку, где есть звук, брали другой звук, чтобы как-то спасти вот ситуацию с Агустикой. Хотя я их, ну, я им говорил, что это для них просто некомфортная площадка для их гостей, для их количества людей. Даже вот так. Вот поэтому, тем более про людей. То есть если они мне скажут, что они работают с кем-то, с кем у меня какие-то бодрые, это, ну, мне кажется, жестко непрофессионально, как-то приубеждаюсь говорить. Существуют диаметрально противоположные мнения по этому поводу тоже, да. Я поэтому и спрашиваю. Это такой вопрос ребром. Потому что некоторые подрядчики считают, что наоборот нужно сказать, потому что праздник может пойти по пизде, если, ну, что-то пойдет не так из-за того, кого они взяли. Ну, допустим, да, допустим, ситуация. Не буду называть человека, но помню, говорит, что он однажды, он там чуть ли не подрался с ведущим, потому что ведущий что-то нюхал на мероприятии. А, в этом плане. И он, ну, в какой-то момент был просто не в адеквате. И, ну, и типа есть, ну, не обязательно в таком ключе, да, но, типа, есть черный список людей, с которыми, ну, категорически работать он не советовал бы. И он об этом обязательно скажет ребятам, если, ну, такое произошло. А, ну, если мы прям совсем такую жесть говорим, да, когда человек, ну, это, по сути, мошенник, на самом деле. Я бы сказал так, когда ты берешь с людей деньги, а в итоге ты там на мероприятии употребляешь наркотики, а не употребляешь наркотики, получается плохо, то, ну, это, по сути, мошенничество, ты людей как бы обманываешь. Я думаю, что вряд ли они знают о том, что ты там что-то употребляешь, и вряд ли они этого хотели бы. Вот. Поэтому я не про такие ситуации, конечно же. Но если бы была такая же ситуация, допустим, если бы я увидел что-то подобное, и, например, там фотограф какой-нибудь что-то употребляет, и я бы это увидел, я бы не стал им этого говорить, я бы спросил у него, а ты насколько вообще в целом все сможешь там доснимать и что-то им отдать. Просто бы задал какие-то вопросы, может быть, поставил бы его в неудобное положение. Но в целом, ну, как бы, результат его работы тоже не моя задача, не моя проблема. Мне важно, чтобы вот конкретно этот день прошел максимально круто. А там кто там какие видео должен отдать, не отдать, это другое. Но в случае с ведущим, конечно, это то, что важно сегодня, здесь и сейчас, то, что это может все испортить. Мы прямо углубились в такую тему. Ну, по крайней мере, у меня, да, я же целый день нахожусь с ребятами, да, и целый день контактирую там с различными подрядчиками. Не только с ведущим, но и там с фотиками, видиками, рилсмейкерами, помощниками и так далее. И бывают такие ситуации, когда, например, я знаю, что фотик, например, будет присутствовать на съемке с каким-нибудь учеником, который ни хрена не знает, будет мне мешаться, и рилсмейкером, который будет постоянно у меня в кадре. У меня была такая ситуация, когда... Ну, это сейчас новая проблема. Я снимаю, причем, нет, рилсмейкер не для свадьбы, а для фотика. А-а-а. То есть там девчуля с 35-миллиметровым объективом. И ее снимают еще... Она не приближает объектив, а сама подходит. То есть на регистрации она у меня, соответственно, в кадре туда-сюда бегает. И тут же еще чувак с телефоном, который с другой стороны у меня в кадре, а у меня видео горизонтальное, я вот так сделать не могу. И они с двух сторон у меня. И я понимаю, что с этими людьми я больше работать не хочу. И если люди скажут мне, что мы вот взяли вот этих, я скажу, ребят, вот так и так. Вот эти ребята делают так. Хотите? Ну, можем поменять. Или я работать буду. Ты можешь просто говорить. Вы знаете, вот с этими ребятами я работал, и случилась такая ситуация, что они попали просто в кадр. И если вы готовы к тому, что... И 99% времени они попали в кадр. Ну, я бы не стал говорить, что 99% вашего материала в помойку идет. Я бы просто сказал, готовьтесь вот к такому. Я всегда тоже, на самом деле, всех своих заказчиков тоже максимально ко всему готовлю, ко всем подводным камням. То есть я их не пугаю. Я просто... Например, они мне рассказывают такую идею. Вот мы видели Рилс там на свадьбе. Была такая идея сделать две команды. И вот они соревнуются. И я просто говорю, давайте сейчас мы пойдем с вами вот это вот, вот друг с другом. Ну, в разговорном формате. Просто обсудим шаг за шагом, как это все будет происходить. И я-то уже знаю, какие там могут быть подводные камни. И я им рассказываю, а что вот если вот так вот будет происходить? То, что мы будем делать? И у них тогда начинает, ну, возникать вот это, начинает понимание, что ага. Ну, не все так просто, не все так гладко, как рассказывать это в видеороликах. Это проблема, на самом деле, этого сезона была. Потому что половина, ну, если не больше, моих пар, они приходили ко мне с идеями, которые эксперты закидывают в рилсы, типа, классная фишка для вашей свадьбы. Давайте вы соберете девчонок, это будет битва лучших подружек. И первое, что, первый раунд, типа, у кого в Инстаграме больше фотографий с невестой? Классная идея. Звучит потрясающе. Очень интересно. Ну, реально, то есть... Я уже чувствую вот это вот время, которое они тратят на... Да, ты приглашаешь этих девчонок, ну, просто, то есть я понимаю, я приглашаю этих девчонок, а давайте мы посмотрим в Инстаграме, сколько у вас. Ну, то есть там вот это вот, извините за вооружение поэтня, с вот этим поиском, да, с подсчетом, а остальные-то гости что? Ну, то есть, если ты классный, конечно, ведущий, ты, ну, можешь и умеешь все это параллельно очень смешно и уместно комментировать, супер, вопросов нету. Но если ты этот момент вообще не продумал даже, то тут есть над чем подумать. Желательно подумать над тем, чтобы этого не делать. Вот, ну, то есть и таких было пар очень много, с идеями из рилсов, которые либо никогда никем не реализовывались, либо где-то были подсмотрены в очень крутом месте, где это было очень телевизионно сделано. Телевизионно, значит, монтажом. Да, да, да. Супер, как-то, ну, клево. Вот. А вживую-то это все не всегда так. Даже тот же самый автотюн мы возьмем. Вопрос? Да. Почему? Почему не везде? Почему не везде? Я тебе рассказываю. Я смотрю вообще на людей. Иногда бывает, я в начале вечера спрашиваю, без чего там свадьба не свадьба? Что сегодня должно быть, да? Это мне подсказал ведущий Олег Волынский. Есть такой классный ведущий. Я когда советуюсь с кем-то по программе, я советуюсь с ним. Это как такой мой гуру отчасти. И вот он мне подсказал вообще задавать такой вопрос гостям, без чего там свадьбе не свадьба. Что мы сегодня должны вообще сделать такое, чтобы вам понравиться? Классный вообще вопрос. Классный разгон. И если речь заходит про караоке, я делаю акцент на этом. Да, я подхожу прямо к этому человеку. А что, есть какая-то прям короночка у вас, да? Ну, какая-то песенка есть, да? Которую поете? Какая? Он говорит, он начинает мяться немножко, или какая-нибудь подружка его говорит, а у него вот эта песня, он постоянно ее поет. Я говорю, какая? Вот эту начинаю сам петь, ну-ка давайте споем. Ну, ладно, говорю, давайте фору вам дадим два часа, но через два часа, типа, я к вам с этой песенкой подхожу. И по факту через два часа я включаю автотюн и просто подхожу к нему немножко напевать. Ага, Константин, нам обещал. Вы помните? Ну, все начинают, естественно, сразу угорать. И мы с ним делаем вот эту распевочку перед тем, как спеть какой-нибудь караоке, которую он сказал. Эта песня, понимаешь, да? Чтобы это было не просто, типа, я вышел поболтать с автотюном, а чтобы это к чему-то шло. Это, блин, это очень крутая многоходовочка. Это так нужно делать. Это нельзя делать просто, как очень многие выкладывают это сейчас в Инстаграме, когда ты просто ходишь там и болтаешь. Либо ты должен это делать максимально круто, ну, то есть юмором наполнять каждую вообще секунду этого диалога, да? Но чаще всего то, что выкладывают, это кринж, да? Либо так, ну, либо ты придумай, к чему ты это ведешь, чтобы у людей не было вопросов. То есть он просто вышел сейчас с каким-то микрофоном, с каким-то эффектом и ушел, да? А когда ты это делаешь, подводя к чему-то, а, типа, вот сейчас была, типа, распевочка какая-то перед караоке, а в начале вечера он про это говорил, закинул удочку, тогда в этом есть смысл совсем другой. И тогда это прикольно. Вот, поэтому если я такие вопросы задаю и вижу этот отклик, я это делаю. На выпускных, я это делал вот на каждом выпускном, потому что у них постоянно вот эта вот музыкальная тема, у них там всегда есть какой-нибудь самый жесткий танцор, самый жесткий певец. И Татюна их очень сильно... Можно быть, Ирис вообще здесь? Конечно. Очень сильно развернув. Мы используем весь спектр русского языка. Кто-то еще смотреть, наверное. Все мои видео 18+, поэтому... Не люблю ругаться, но просто другое слово не смог подобрать быстро. Так вот. Да, не всегда. Но когда очень просят, я их тоже предупреждаю. Я говорю, вы понимаете, что все, что вы видели где-то, это хайлайт. Вы понимаете, что такое хайлайт? Да, хайлайт, это что-то, типа, ну, прикольно. Ну да, это самое лучшее. То есть прежде чем я выложил вот этот автотюн, или там вот прежде чем выложить этот фрагмент диалога, там было еще вот столько диалога, где, ну, был заход сначала, где потом люди не втыкали, что происходит, потом были какие-то просто смешки не очень смешные, и вот самое смешное, и еще там доделанное, демонтированное, я вот выложил, и это вам понравилось, и вы хотите вот это. Но по факту, да, это не всегда бывает суперкруто. Но если вам нравится, давайте сделаем. Не вопрос. У вас есть поющие? Да, у нас суперпоющие есть, у нас мы раз в неделю ходим в караоке, я говорю, блин, тогда вообще суперорганично будет, давайте делать. Какое максимальное количество гостей у тебя было за, ну, может быть, всю историю твоего ведения? На мероприятии? Мы не будем считать, я просто проводил всякие, знаешь, Черную пятницу в мегадеменке, там, собирается там 3000 человек. Не, ну, типа в одном зале, которые собрались по одной теме, да, то есть корпоратив, свадьба. Ну, корпоратив, 370, по-моему, человек, ну, почти 400. Офигеть. Как? Да. Как возможно прочувствовать 370 человек, чтобы провести, ну, вечер на ура? Прочувствовать 370 человек. Значит, когда 370, когда вообще больше 150 гостей, ты все сразу понимаешь, что у тебя есть ограниченное количество форматов, то есть не каждый формат подойдет. Это закон есть театра. Нам всегда рассказывали, если много людей, большая сцена, ты не можешь делать что-то мелкое. Ты не можешь делать там, пригласить двух людей и с ними что-то там делать. Либо нужна трансляция на гигантский экран, чтобы все видели, что происходит, да? Поэтому часто иллюзионисты выступают на большой сцене без трансляции. Ну, и это тоже не всегда заходит, потому что ты просто чисто, это же энергия, она, ну, как бы, все, разлетается и до свидания. Поэтому у тебя есть ограниченное количество форматов. Обязательно нужно что делать? Что-то массовое, разговорное, чтобы побегать просто по залу. Да, в идеале, конечно, иметь два ведущих здесь, но я часто работаю один на таких мероприятиях. Побегать по залу, разговорный жанр, это может быть что-то даже с экраном, не суть, чтобы просто люди включались и видели, что ты, ага, и здесь, что неважно, где вы сидите, где-то в жупе там или в первом ряду. Раз, два, обязательно что-то сделать большое, там, командное как-то, да, чтобы прям реально на сцене побывало 20, 30, 30, там, 50 человек. И обязательно что-то, чтобы задействовать абсолютно каждого гостя. Абсолютно каждого гостя. Это либо где-то там какой-то интерактив, чтобы все хотя бы встали, либо все хотя бы встали и что-то сделали. Либо есть такой классный интерактив с конвертами, когда каждому гостю на стол по тарелке пойдет с каждым конверт, где они сначала там пишут там три своих желания, потом уходят в танцпол и под там стробоскоп, под лютый дабстеп, они начинают обменяться конвертами со своими желаниями. Потом вскрывают конверт и типа вот то, что вас ждет в следующем году. И там завести собаку, забеременеть и устроиться на работу к Михалычу, там, и уволиться. Ну, типа прикольная и ржака, и ты задействуешь абсолютно там каждого человека. То есть ты понимаешь, что ты должен сделать вот это, ты должен сделать вот это, и ты должен сделать вот это. Все. Ставишь такие задачи и ищешь интерактивы, с помощью которых ты можешь эти задачи решить. Вот и все. А что тебе понравилось за этот сезон? Был ли какой-то прям квиндесенция? Что я делал в этом сезоне? Я в этом сезоне наблюдал очень много, потому что я прошлый сезон пропустил, я в этом сезоне немножко вообще охренел от того, как все чуть-чуть там изменилось, вот за счет вот этих вот релцов, за счет этого экспертного контента и вот этих одинаковых идей, правда, знаешь, парковка каблуков. Типа в этом году появилась, ну, она, на самом деле, не в этом году появилась, а появилась в прошлых годах. Ну, типа, такая штука, как парковка каблуков на свадьбе, где девчонки могут оставить каблуки и взять тапочки. А, все, я понял. И сейчас на каждой свадьбе вот это была история. И все фоткались даже, типа, мужиков туда ставили, делали фотку, типа, парковка каблуков, каблуки. Понятно. Да. Действительно, это смешно. Один раз. Поэтому в этом году я наблюдал за кавер-группами, как они работают, видел какие-то новые кавер-группы, видел старые кавер-группы. Нюансы уточнял там у звукорежиссеров, потому что я в следующем году буду работать снова с кавер-группой. Я поэтому очень-очень сильно вот наблюдал за этим. Поэтому что-то вот прям вот, что бы мне понравилось, ну, понравилась была там прикольная свадьба, что были классные очень молодожены. Был супердобрый жених у меня. Саша, если ты смотришь, я думаю, ты понимаешь, что это про тебя. Ну, вот просто, ну, такие бы были светлые люди, клевые, что, ну, как бы, знаешь, ты всё готов им рассказать, сколько угодно времени на них потратить. Вот. А так, ну что, что обычно, тебе что понравилось? Ну, просто мне интересно, ты что имел в виду? Какой-то мне понравился. У каждого в своей стезе есть какое-то мероприятие или какое-то взаимодействие, да, которое тебе больше всего понравилось. Да, это может быть абсолютно что угодно. Вот ты вспомнил абсолютно душевного жениха, да? Я думаю, это вот то же самое, что отложилось в памяти. У меня отложилось в памяти, да, там, допустим, взаимодействие с какими-то определёнными организаторами, да. Какая-то определённая атмосфера мероприятия. Я, кстати, это мероприятие в этом году на Топ-Стоп подам. Ну, собственно... Ты будешь подаваться? Ты подавался раньше? В том году подавался. А Топ-Стоп есть про видеооператоров? Да, там про всех есть. А, да? Да, там. Это вообще классный бизнес. Про всех реально же можно сделать. Я даже видел какое-то... В том году, в общем, в конце сезона, примерно в то же время, что и сейчас, может, чуть позже, появилось тоже, типа, какой-то рейтинг, где... Ещё один. Ещё один, да. Да, но он был... Сейчас я просто из конца начал, издалека. Я смотрю, я там с кем-то участвую в рейтинге. Я такой, чего? Начинаю заходить на страницу, а там просто какая-то страница какого-то свадебного рейтинга, который просто берёт и без твоего спроса тебя начинает с кем-то... А, такое... Ну, это не новая история. Раньше такие сайты были тоже с этими... С подрядчиками, типа, со всеми, где ты можешь найти там и ведущих, и там просто цена от балды. Да, да, цена от балды, то есть там может соревноваться там топ-15 и минус 28. И ты такой, окей, хорошо. И я посмотрел за этим, всем понаблюдал, но мне кажется, что такой формат... Ну, во-первых, скорее всего, они пытаются обратить на себя внимание, чтобы потом запустить платно. А во-вторых, что это, ну, такой формат, это больше соревнования количества друзей, потому что там голосовалки были в сторис, у кого больше друзей, а не кто круче. Ну, то есть я как-то посмотрел на всё это снаружи и такой, ну, окей. А ты думаешь, все эти премии, это соревнования, кто круче, кто круче? Нет. Вот конкретно вот это, оно было как будто бы да. Ну, типа, у кого больше друзей. А все остальные мероприятия, ой, мероприятия, топы, мне сложно дать им определение. Я, на самом деле, даже не прочувствовал ещё, что это такое, вот. Я начал участвовать. Я понимаю, что люди, которые, ну, типа, классно делают и получают заказы, они не всегда в этих топах. Я их использую как присутствие на всех площадках. У меня было до позапрошлого, наверное, года, может быть, даже до прошлого года, очень скептическое отношение ко всем премиям, а потом, ну, во-первых, они стали какие-то очень красивые. То есть эстетика, вот эта какая-то стала... Они, конечно, все очень похожи между собой, но вот сама эстетика какая-то красивая, вот эта богемная атмосфера, ну, конечно, витает в воздухе вот это чувство нереализованных каких-то амбиций всех творческих людей. И это вот умноженное на сто. И поэтому это очень красиво, само собой, потому что... Ну, само событие, да? Не про сам отбор, а про мероприятие. Ну, потому что реально талантливые люди там что-то это все воротят. Что касается, ну, там очень много творчества, потому что ты подаешь заявку, ты должен что-то творческое сделать, и это мне тоже стало интересно. То есть когда ты просто там давал деньги, чтобы быть в каком-то рейтинге, типа, знаешь, там сайт изборка.ру, это одно. А когда ты уже там плачешь деньги, и ты посылаешь какую-то работу, которую ты сам делаешь, вот этот ход творческий мне на самом деле нравится. Он многих, на самом деле, бесит, моих коллег, которые типа, ну, мы же соревнулись с чем? Типа, видеороликом соревнуемся? Я точно такой же вопрос Кулишева задал в прошлый раз, да, потому что, ну, типа, ведущий, тебя выкладывают в топ как ведущего, но оценивают не то, как ты работаешь, а то, как ролик ты сделал. Что я думаю на эту тему? Мы сейчас живем в век вообще в целом видеоконтента, и он стал необъемлемой частью вообще нашей жизни, да, и поэтому уже как бы не зашкварно даже и по видео выбирать себе человека, да, какого-то подрядчика. И, ну, раньше, там, лет пять назад видео созвон и решение взять ведущего через видео созвон, это было что-то из серии, ну, там, нонсенца какого-то, да, не очень реалистичное что-то, а сейчас это вполне себе, ну, как бы, пехотная вещь, да, поэтому, мне кажется, за счет вот этого вообще в целом понимания, что видеоконтент неотъемлемая часть нашей жизни, это тоже окей, подаваться как ведущий через видео, ну, придумай свою какую-нибудь историю, подайся через черный экран и аудио, посмотри, что из этого будет, ну, тоже ход, ход. Это как эксперимент, наверное, больше. Ну, типа, просто такая идея, знаешь, как, типа, ну, вот я вот против системы пойду, да, я бы сделал через видео, например, я люблю видео делать. Не, я понял, да, у тебя каждый видос это... я так понял, что ты готовишься к каждому видео очень основательно, очень долго, и я это очень люблю. Я обожаю это, я вот, поэтому, когда вот я вижу оператора на свадьбе, я всегда смотрю, ну, что снимает, как он снимает, что делает, да, потому что я сам очень много видеороликов про это смотрю, у меня тоже есть камера профессиональная, ну, как профессиональная, не знаю, как определяется профессиональность камеры. А никак, ну, то есть, если ты снимаешь телефон, то это не профессиональная. А, ну, все, знаешь, профессиональная камера, ну, просто мне очень нравится вот это вот. Я мог бы техническую часть начать расписывать, но в целом, как бы, если она делает красивый контент, на нее навешивается объектив, и ты можешь там в качестве все это выкладывать, почему нет? Поэтому делать видео мне было бы очень интересно. И с этой точки зрения я даже подумываю, как это поучаствовать. Просто чисто, чтобы вот потворить и посмотреть, что мне на это скажут. Это прикольно, да. А с той точки зрения, ну, там, посчитать меня лучшим или там гуже, я, конечно, поскольку тревожный человек, если я займу последнее место, я буду очень долго переживать. Я, конечно, потом взлечу как птица-финиш, ну, то есть, ну, это за счет уже вот этих вот нарциссических особенностей. То есть, ах, меня никто не понял. Давайте еще раз. Да, но я буду очень сильно действительно переживать. То есть, я не такой человек, который, ну, ладно, мне вообще пофиг. Да, я буду переживать. Но это мне может пойти тоже на пользу. Я поэтому всегда боялся каких-то вот таких премий, потому что, ну, а что вдруг я там окажусь вообще там непонятым? Я просто из тех людей, которые могут уйти в самокопание и как-то, может быть, излишне себя на эту тему беспокоить. Ну, это уже что-то психологическое. Мне кажется, нужно один раз пережить, и потом становится все легче. В целом, когда ты один раз что-то переживаешь, потом второй раз уже как-то... Да, у меня есть коллега, который, типа, я все время участвую, понимаешь, я все время. В конце там где-то... Ну, мне кажется, прикольно по фану, и у него даже это влияет на поток заявок, потому что, типа, на сайте топ-100 он сам по себе индексируется хорошо. Да. То есть ты пишешь там ведущий, и он поскольку... Я в том году был 146-й, и у меня были заходы на мою страницу. Ну, там же тебе присылают статистику заходов. Кварь, что-то... Вот. Поэтому ни в коем случае я не говорю, что это не нужно делать. Наоборот, нужно. Это очень смелый всегда ход. То есть люди очень смелые подаются. Мне пока этой смелости не хватает. Наверное, тоже, да, пока. Но возможно. Или я уже опоздал? Нет, еще есть время подать заявку. Там две недели назад мне как раз коллег говорил, что я уже денежки... Да нет, ну ты, типа, ты там мог закинуть тогда, и можешь закинуть сейчас. Ты можешь закидывать там до определенного числа. Так что у тебя шанс вполне есть. Да, но это... Что могу сказать? Я все равно буду снимать видео, где бы я ни был, на каком месте, все равно буду делать это с удовольствием. Я кайфую от этого, от творчества. От самого творчества я кайфую. Да. Это круто. И это видно. Мне нравится то, что ты, знаешь, вот как ведущий, да, мы сейчас перейдем к теме твоим кубом, но подведем к этому таким образом, да. То есть то, что ты в перерыве не стоишь просто, да, а ты можешь спеть. Заполнить эту пустоту пространства какой-то душевной песней. Я не знаю, ты ставишь этот кусочек или нет. Вот у нас в начале беседы возникла вот эта вот пауза. Такая вот, такая тишина в машине. Считается, что тревожные люди, они не могут ее воспринимать. Я вот специально ее выжидал. Думаю, сколько протянем мы эту тишину. Потому что очень хочется тревожным людям ее всегда нарушать. Понимаешь? Поэтому я не люблю вот эти вот перерывы между треками у кавер-группы. Я не люблю вот эти вот неожиданные паузы, когда не понятно, что происходит. Когда диджей вдруг неожиданно отвлекся, музыка убралась, и люди идут уже обнимать, нужна все, такая обнимка. Я вот эту цель не могу воспринимать. Я поэтому всегда нахожусь вот в этом вот процессе, что все должно быть на максимуме, каждая дырка должна быть заполнена. И если она чем-то не заполнена, она будет заполнена мной. Вот в чем суть. Поэтому, да, я пою нисколько, потому что... Это очень хорошо вырежется в шорт. Смотрите, смотрите, как я классно пою. И это делается не для этого. Это делается, потому что я не люблю наедине оставлять гостей непонятно с чем. Если они общаются, им кайфово, супер, да, общайтесь, классно. Но если они звенят тарелками, типа вот сейчас первое слово было от меня, потом гастрономическая типа пауза. Сколько раз я сказал свой тип из-за сегодня? Я не считал, но у меня тоже есть свои слова. Мне кажется, нечасто. Да, это потому что мы очень непринужденно общаемся. Так вот, не люблю оставлять наедине людей. То есть просто вот теперь я... Да, я бэкграундом тут, я не на сцене, типа, смотрите, какой я классный. Но тем не менее, что вот, о, кто-то поет, а мы кушаем дальше. Ну это круто, это отражает вот заинтересованность в процессе, в том, что происходит. Не просто вы ешьте, а я отдохну. Не камень в огород других. Может быть, вы что-то другое делаете. Но в целом это ощущается именно как заинтересованность, вовлеченность. Ну и плюс живое пение, камон. Я, как человек, который любит петь... А, ты же пел на своей свадьбе. Ты еще пел Бубле, моего любимого. Да, да, да. Это, ну, очень круто, чел. Отчасти поэтому мы тебя выбрали, потому что... Потому что я пел. И я тогда плохо задействован был в ивент-индустрии, потому что я занимался этим как хобби. А точнее, у меня были родители, которые заделались фотографией. И я иногда вместе с ними ходил и снимал там какие-то ролики. А, у меня мама твоя, да? Да. Она видела тебя на каком-то выпускном как раз. И я такой, надо посмотреть. И мы зашли, а у тебя были как раз видео. Так. Вот эти... Каравай, каравай, кого хочешь, выбирай. И мы такие, точно, это наш чел. Вот, смотри, это был экспертный контент какого года? 19-го года? Представляешь, если не раньше. Это было очень круто, потому что это показывало твое отношение к формату мероприятия. А мы как раз не хотели вот эту вот все традиционщину. И мы такие, блин, круто, да? Ну, не скажу, что мы много специалистов посмотрели, но когда мы увидели, мы такие, ну да, зачем еще искать-то? Вот, как бы, есть. Ну, плюс, естественно, личное мнение человека, который ты знаешь. Ну, Сарафан тот же самый. Да. И плюс еще и поет. Вау. Ну, все, звезды сошлись, сложились, да, и все, и как бы... У каждой профессии должно быть то, что тебя выделяет. Так с фотиками, так с видиками, так с ведущими. Вот, мне кажется, когда меня спрашивают, допустим, ведущего, такое редко случается, очень редко, потому что видеографов выбирают в самый последний момент, как я говорю, на сдачу. Угу, кстати, да, да, реально так. Когда меня спрашивают, какого ведущего взять, я всегда смотрю, во-первых, по тому, какие люди, потому что я предпочитаю все-таки пока что встречаться лично, может быть, в следующем сезоне будет по-другому, но пока что предпочитаю личные встречи. Я считываю вот эту вот энергетику людей и предлагаю им что-то, вот что-то... Подходящий. Да, но если я не могу считать, я предлагаю сразу три абсолютно разных варианта. Да, в которых, естественно, есть ты, потому что ты у меня ссоциируешься как, ну, типа, шафер, спокойствие, джазовая обстановка, знаешь, такие типа... Ну вот, есть ребята, которые очень сильно в душевность уходят, там, в какие-то медитации, о которых я забыл тебя спросить. Есть трэш-контент, да, ну вот. И я как бы вот разделяю на три варианта, которые я просто скидываю, и ты попадаешь в один из них, потому что такого я, ну, редко встречаю, либо встречаю не на таком качестве, которое хотелось бы советовать. Минутку же полезания. Спасибо, приятно. Да. Приятно быть в чём-то в рейтинге. Поп-3. Про медитации. Да, я вчера, а точнее не я, моя жена, нашла такую вещь, как... А у тебя жена помогает тебе готовиться? Ну, конечно, да, она смотрит все мои подкасты, она говорит, что плохо, что хорошо. Супер вообще. Смотрит мои фильмы, с женской стороны оценивает, как сняты модели. Мы с командой, мы друзья. Да, мы отлично дополняем друг друга вообще во всех сферах жизни, потому что она у меня, вот как ты говорил, жена, которая отвечает за всё. Я всегда спокоен, что у жены всё под контролем. Она у меня с красным дипломом. Школа тоже там с красным аттестатом. Можно доверять такому человеку свою жизнь. Она как-то... Ну, я творческий, а она вот наоборот в цифре, вот это вот всё планирование, короче. Поэтому у нас прям... Баланс. Баланс сложился, да. И она нашла такую тему, что ты занимаешься медитацией по системе Джо Диспензы. Я когда читал Джо Диспензу... Диспензу. Кто это? Тогда я... Что это? В смысле? Я вообще на ней шарю. Но на самом деле совершенно не важно, кто это. Я просто когда его читал, занимался его медитациями. Я вообще очень люблю эзотерику в целом. Хотя это не эзотерика, это скорее квантовая физика, квантовая эзотерика, если можно так сказать. И таких авторов очень много. Они все просто рассказывают свою истину, своё понимание мироздания, как всё устроено, как ты можешь прийти к желаемому, добиться какого-то результата. Кто-то через медитацию, как Джо Диспенза, кто-то через что-то другое. Но все в целом авторы этой сферы эзотерической, они в целом всё одно и то же рассказывают, просто немножечко по-разному. У кого-то в этот уклон, у кого-то чуть больше в науку, у кого-то совсем в такую философскую историю эту уходит, у кого-то в психологию мыши. Мне нравится всё. Пока я чем-то увлечён, я это практикую. И когда-то я практиковал медитацию Джо Диспенза, но не могу сказать, что это у меня в какую-то постоянную основу вошло, и что я каждый день медитирую. Что я делаю и практикую, так это какие-то визуализации через ощущения свои. Чтобы понять цель, к чему ты идёшь. Не чтобы понять, а чтобы прийти к тому, чего я хочу. Чтобы понять, что ты хочешь, и прийти к этому? Нет, я знаю, чего я хочу. Это важно, многие не знают. Я знаю, чего я хочу. И чтобы вот это всё иметь, что у меня есть. Потому что в целом у меня всегда появлялось всё то, чего я хотел. Да, может быть, там не стопроцентно, но как бы я очень своей жизнью доволен, я очень счастлив. И мне кажется, что вот это увлечение какими-то моими вот такими штуками, это тоже даёт свои здесь плоды. Как минимум потому, что это меня держит в каком-то настроении продуктивном, мне хочется там работать, мне хочется развиваться. Эта тема максимально неинтересна для тех, кто вообще не понимает, что это такое, вот эзотерическая вся эта история, кому она не близка, максимально неинтересна. Но она максимально интересна, ну, очень тупо получится, тупая получится фраза, максимально будет интересна тем, кому она интересна. Кто в теме, тот послушает. Кто в теме, с тем будет очень много чего обсудить. Я к тому, что это отдельная вообще тема для обсуждения, и я с удовольствием это готов обсуждать вообще часами, потому что по сути, вся наша жизнь от этого всего и зависит. От того, как ты настроен, от того, как ты счастлив, несчастлив, как ты вообще в этом моменте ты живешь. Ты недоволен, недоволен. Если ты недоволен этим моментом, то значит, следующий момент у тебя будет тоже такой, которым ты будешь недоволен. Как только ты понимаешь вот эти какие-то законы жизненные и видишь, как они реально влияют на твою жизнь, то жизнь начинает преображаться. Очень классно и удачно удалось подойти к моему финальному вопросу. Так, давай. Так как все подкасты заканчиваются этим вопросом, это тоже закончится этим. Есть ли у тебя какая-то глобальная мечта, к которой ты хочешь прийти? Глобальная мечта. Я очень хочу давать концерты. То есть мне очень важно будет когда-то это реализовать. То есть мне нужно дописать альбом, я этим сейчас занимаюсь, и в любом виде давать концерты. То есть, конечно, в идеале я хочу иметь, прям вот видеть публику. Это должны быть концерты с моим творчеством. Не кавера, а с моим творчеством. Очень хочу поездить по городам. Очень хочу поездить не только по городам России. Где-то еще побывать с концертами. Потому что это сейчас более чем реально. Есть очень много русских групп, которые популярны сейчас во всем мире. просто за счет того, что сейчас есть возможность через видеоконтент популяризировать что угодно, если ты делаешь это грамотно. Поэтому у меня есть такая мечта. При этом я бы хотел, чтобы все сферы жизни, когда вы точно были закрыты на максимальном уровне. Сейчас они не закрыты все, но не на совсем максимальном уровне. Я бы хотел иметь возможность полгода в году быть где-то, путешествовать. То есть мне не нужно всю жизнь где-то жить за границей. Я бы хотел полгода проводить здесь, полгода проводить где-то. Иметь возможность покидать страну и не волноваться, что у меня там не закроется сезон. Да в целом... Звучит как будто бы это прям... Нет, так-то мне важно. Я такой человек, мне вот важно, чтобы вот там у меня дом, вот там, и там у меня жена с ребенком. И мне важно, чтобы они были счастливы. Спасибо тебе большое. Тебе спасибо. Что пришел. Надеюсь, еще увидимся, когда ты дашь концерт. Я надеюсь, что мы увидимся раньше. Может быть, ты просто в этом году уже... Потому что я пишу альбом уже полтора года, когда будет концерт, я вообще не знаю. На самом деле, нужно просто не засать и просто сделать концерт. Пригласи туда трех человек, пусть они придут, и ты будешь одним из них. Все, давай, нарежь как-нибудь все это так, чтобы без всякого... А главное, смотрите другие выпуски. У меня еще целый список гостей. У тебя есть фишка какая-то, что я могу задать вопрос какому-то следующему. Было, пытался. Это прекрасная тема. Надо это сделать. Давай возобновим ее. Нет, давай. Я знаю, кто будет следующий. Вот сейчас на данный момент я знаю, кто будет следующий. Поэтому сейчас можно это сделать. Не всегда такое случается. У меня как бы есть абстрактный список людей, которые могут ко мне прийти, которые дали согласие. Сейчас следующий у меня будет Саша, ведущий, Александр Муштоватый. С Сашей мы находимся в одном чате. Это чат Василия Царева. Лично мы с ним не знакомы. Мы не пересекались, не общались. Хотя, может быть, на какой-то встрече ведущих, может быть, мы и виделись. Но мы не знакомы. Но поскольку у нас объединяет с ним Вася Царев, вот такой вопрос. Александр, как вы относитесь к Вася Цареву? Вот. Совершенно непровокационный вопрос. А просто такой вопрос. Класс. Запишу и даже вставлю в следующий ролик. Отлично. А не подкасты, это... А не подкасты, это... А не подкасты, это...